Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в нашей Академии Агулова. Сегодня у нас знаковое событие. Мы начинаем такой большой онлайн-вебинар на тему висцеральных практик, на тему висцерального самомассажа, самопомощи. Этот вебинар посвящен как теоретической части, вы увидите урок от Александра Тимофеевича Агулова и увидите практический урок, часть онлайн-курса, о котором мы будем говорить позже. Также по традиции мы ответим на ваши вопросы в онлайн-режиме. В нашем эфире сегодня Александр Тимофеевич Агулов, руководитель Агулов-центра, автор метода висцеральных практик, метода, который достаточно уже прижился у нас как метод, один из главных методов по оздоровлению. Александр Тимофеевич сегодня расскажет, как появился этот метод, как он пришел к тому, чтобы передать этот метод, потому что он был предназначен вначале для других целей. И расскажет о себе, как этот метод помогает лично ему в его жизни и в жизни его близких и сотрудников центра. Спасибо, Леонид. Здравствуйте, друзья мои. Я вас приветствую в нашем эфире. Ну вот, конечно, рассказ с того, с чего это начиналось, он, конечно, наверное, был бы длинный, но наша с вами задача вообще движения к здоровью. Но, тем не менее, одна из причин, которая, так сказать, подтолкнула меня к тому, чтобы я начал заниматься этим явлением, это была болезнь моей матери. Представьте, когда у матери сложные заболевания, практически это был онкопроцесс. Ну и мне хотелось бы, чтобы мать жила долго. И что только я не пытался чем помочь. Я голодал. Сначала я голодал, потом показывал ей, что голод — это не страшно, давай и ты поголодаешь. Но это было советское время, и нужно понимать, что если человек находится на лечении, его освобождает от труда. А если химию не сделали, то человек должен выйти на работу. Ну вот. И бывает так, что я помог ей прийти в себя после химиотерапии. Химия была тогда достаточно жесткая. Ну вот. И она вынуждена выйти на работу, потому что она вроде как бы поправилась. Проходит промежуток, ее опять на химиотерапии, и опять нужно восстанавливать. И вот я искал разные способы, начиная от разных измененных состояний сознания. Я научился в то время гипнотическим каким-то наведенным трансовым состоянием. Я пытался через это помочь своей матери. Ну вот. Но так сложилось, что еще где-то, наверное, в 75-м, 76-м году я познакомился с этой темой совершенно случайно, которую мне... А я был мастер спорта в то время. Представьте, я был чемпионом Московского военного округа. Я был призером многих крупных соревнований. Но, конечно, я понимал, что мы все смертны. Но, тем не менее, спорт, он давал какой-то отрыв от, скажем, тех же друзей, которые не занимались спортом. И ты чувствовал, что ты сильный, что ты здоровый, что ты вот такой. И как бы ощущение такое, что это будет все время и вечно. А тут один человек совершенно случайно... Ну, это случай, может быть, для меня случайно, а где-то там все направлено. И вот этот случай, когда он на мне показал, что в животе у меня там не совсем все правильно. Где не надавит, везде болит. Как же так? А я тренируюсь, я выступаю в борьбе, постоянно в борьбе, тренировки чуть не каждый день. И в животе болит. Болит в области печени, болит в области почки, да и малый таз. И, конечно, это меня впечатлило. И вот после этого, когда он мне показал, но он мне не объяснил, что в животе есть определенные особенности, особенности надавливания, поддавливания, смещения органов. Конечно, он мне там что-то говорил, но часть из того, что он рассказывал, конечно, выветривалась из головы. Потому что больше всего меня интересовал вопрос, как же так? Как же так? Я такой сильный, а у меня все болит. И в то же время он взял мальчишку где-то в возрасте 10 лет, начал поддавливать его живот, а у того ничего не болит. Он говорит, так чем твой живот отличается от этого? Да ничем. Ну, я вроде начинал говорить о том, что мой-то живот, это я тренируюсь. И поэтому из-за тренировок он говорит, да брось-ка ты. Размял мне живот самостоятельно. И я почувствовал такой прилив сил. Я пошел вечером на тренировку, и меня там как бы ребята не узнают. На тренировке я начал творить то, чего раньше никогда не творил, будем так говорить. И там в то время были такие схватки, когда тебе один-три минуты нагружает, второй, третий, четвертый, пятый. И вот такая нагрузка, нагрузка, нагрузка до той поры, пока ты уже чуть не падаешь, и тобой уже татами вытирают или ковер. Но это нужно было для того, чтобы выносливость развивалась. А тут один выходит, второй, третий, четвертый, а у меня нет усталости. Как так? А уже считается так, в то время считалось так, что если ты не чемпион Европы, не призер мира, то ты уже не перспективный. Тем более уже возраст 25 лет или там 26 лет. Ну вот. Но тем не менее, вот это меня очень-то как бы подтолкнуло к тому, чтобы я начал заниматься. Я начал поддерживать свой живот, продавливая у себя в животе печень. И я добился того, что действительно печенка перестала в любой зоне, где бы я ни надавил, хоть здесь, хоть там, в положении на боку, в положении лежа на спине, почки, область мочевого пузыря, там, где пристательная железа, то есть кровообращение. И ничего не болело. И вот это вот ощущение нового состояния, оно, в общем-то, как-то простимулировало меня. Ну, а когда произошла очередная встреча с матерью, я начал потихонечку поддавливать ее живот. И надо же, живот перестал болеть. Химиотерапия, которая ей давала тогда интоксикацию, отравление, а тогда считали так, что если химия, она должна убить эти раковые клетки, но она заодно и убивала самого человека. Но тут, когда продавили живот, и вдруг у нее появились силы. И она буквально на второй день стала вставать, ходить, двигаться. Ну вот. И, естественно, она пришла ко врачу, показала, что она вот такая, чтобы у нее уже ничего не болит. Ах, ничего не болит, давай еще одну химиотерапию. И вот таким вот образом они проводят химию, я провожу манипуляции, которые освобождают от токсинов, от всего, от этих болей, которые сопровождают обычно эти образования злокачественные. Ну вот. И, в конце концов, кроме того, что мать, так сказать, была в такой проблеме, я начал поддавливать своих друзей. У одного поддавлю, печенка лучше, у одного другого поддавлю, у того желудок. Желудком мучился, и вдруг желудок перестал болеть. То есть я снял с него спазм, и вот так шаг за шагом, и, конечно, меня здесь уже заинтересовало, а куда я пойду вообще? Может быть, мне продолжить какое-то образование? Я начал искать литературу на эту тему, что связано с животом, и ничего нет. В Советском Союзе тогда все было закрыто, и, конечно, не было никакого интернета, ничего, а та литература, которая была, она как-то вроде, ну, непонятно. Но друзья медики мне говорили, Александр, перестань, это ты занимайся своим животом, но никого не трогай. Но мне же интересно, как же так? И как не помочь человеку, который мучается животом? А давай-ка я попробую. И, конечно, были ошибки, когда я передавливал, и один из родственников даже у меня попал по скорой помощи после моих манипуляций, но это еще раз меня мобилизовало, сказало, что внутренний голос, что будь осторожен, будь внимателен. И я начал читать анатомию, читать физиологию, в конце концов начал интересоваться биохимией. В то время стало очень популярное направление, там, вегетарианство. Да, и я тоже решил стать вегетарианцем. Конечно, на первых этапах, пока ты еще в силе, ты теряешь лишний жир, подтягиваешься. Ну, конечно, это другая история, но, тем не менее, все это давало какой-то такой толчок к оздоровлению. Да и в то время появилось каратэ. Я начал заниматься каратэ, а в каратэ очень много Востока пришло к нам с позиции каратэ. И вот здесь открылось еще одно окно, которое позволяло чуть-чуть знать о том, что есть на Востоке. Ну, и на мое счастье, мне попал еще один человек, у которого это была литература. Литература, которую он насобирал в свое время. Она была закрытая. Ну вот. И причем это были формы различных наведенных, опять же, трансовые состояния. И я начал применять и к матери. Кроме того, что манипуляции я проводил на животе, я с матерью, ну, скажем, договаривались на какое-то время, и я, значит, представлял, что я даю энергию, эта энергия затекает в нее. А на самом деле, и она начала чувствовать эту энергию. Конечно, сейчас я смотрю на это немножко другими глазами, но тогда я думал, что я чего-то осваиваю. Ну вот. И связав вот это все с висцеральными практиками, я почувствовал, что вот здесь, вот в этом направлении надо двигаться, потому что это здоровье. Потому что сколько даже мои друзья-врачи, которые, казалось бы, занимались здоровьем других, их, да и своим тоже. А у них тоже бардак в животе, как я считал. Ну вот. И вот это все привело к тому, что я поступил в спортивный вуз, начал учиться в Институте физической культуры в Малаховке. Ну и вот, и меня больше, конечно, интересовала вот эта тема, о которой я сейчас говорю. И, конечно, и те врачи, и те преподаватели, которые вели эти курсы, предположим, анатомия, патанатомия, физиология, биомеханика, никто не мог ответить на те вопросы, которые я задавал им. Потому что никто эту тему не знает. Ну вот. А потом уже, когда я стал выпускником этого института, ну вот, начал работать, и я взял одну из футбольных команд. Сначала пришел в футбольную команду нашего города. И там смешно. Вся команда – это команда больных, в моем понимании. Потому что печень ненормальная, почки ненормальные, руки влажные, текущие. И вот здесь, конечно, у меня возник, может быть, такой, ну, ведь есть кто-то, наверное, историки, кто-то математики, кто-то системщики. И, очевидно, я больше был системщиком, потому что я начал систематизировать вот то, что я делаю. И проявления какие-то. Продавил печенку, ага, и вдруг храп прекратился. Ух ты, как здорово! Продавил желчный пузырь с печенью уже, а теперь коленки перестали хрустеть. Продавил поджелудочную железу. И у человека поменялся психотип. Если раньше он был невроз, сплошной невроз, то есть он вздрагивал, когда хлопнешь, хлопок, он подпрыгивает, прикоснулся, подпрыгивает, а тут он успокоился. Или желудок. Человек стал более рассудительным, сразу не решает задачи, а то там начальник какой-нибудь работает, он начальником, а мне его подчиненные говорят, слушай, Тимофеевич, ты что с ним сделал? Я говорю, а что такое? Да ты промял ему живот, и после этого он стал другим. Он стал другим человеком. Не может быть. И вот это все я регистрировал, и, конечно, это было очень интересно. Но больше всего, конечно, я получил ответов на многие вопросы, которые у меня или технические действия, все-таки познакомившись с одной женщиной, со станции Красной, подождите, ну, недалеко от Минвод, ну, вылетело из головы название станции. По крайней мере, может быть, это даже и не обязательно, почему? Потому что сейчас этой женщины уже нет, а она практически-то всю войну проработала в военном госпитале. То есть война, это, скажем так, ведь много раненых поступало с фронта во время Отечественной войны туда, на Кавказ, где они пролечивались. Ну, и, в общем-то, и разные больные, разные раненые. И вот она по ночам разминала животы, вставляла руки, ноги из суставов вывернутых. То, чего не делали доктора. Ну, доктора на это смотрели так. Работы хватало, хирургии очень много. Но, тем не менее, раз это помогает, то на нее как бы не обращали внимания. Ну, вот. Но это был действительно клад знаний. И так сложилось, что там в команде у футболистов, где я работал, где я начал работать, так сложилось, что травма коленного сустава. И когда я увидел, как она поставила эту чашечку на свое место, как она решила вот эту задачу, а мы же его уже повезли туда на, скажем так, на готовность к операции. Его должны были прооперировать по поводу того, что надколенник ушел на бедро, нога отекшая. И вот. И на глазах у нас эта бабка проводила определенные манипуляции, которые сдвинули, которые, а ведь она сначала красным кирпичом горячим, завернутым в полотенце, прогрела эту область бедра, потом мылом намылила хозяйственным, и хозяйственным мылом гладила, гладила, и надколенник ушел в свое место. Потом привязала к палке, здесь перевязала, там перевязала, внизу перевязала, в бедре, и он на одной ноге попрыгал домой. Говорит, через три дня придешь. Ну вот. И вот эти три дня ехать туда, в Степное, а мы там как раз и работали, там тоже была футбольная команда, и сначала Московский, извиняюсь, Минводский локомотив, а потом уже команда колхозная, колхозная, где я начал работать. Ну и вот. И мне говорят, Тимофеевич, а может, ты три дня здесь подождешь, посмотришь, что с этим парнем, если через три дня ничего не заживет, то езжайте с ним в Ставрополь. Ну, договорились. А я подошел к этой женщине, и я говорю, а можно я вас понаблюдаю, что вы делаете, потому что я занимаюсь вот со спортсменами, травмы, постоянные травмы. Может быть, вы мне что-то подскажете. Она говорит, а вот у тебя есть такое лекарство? Я говорю, да сейчас найдем. К доктору обратился, я говорю, доктор, вот такое лекарство нужно для этой бабушки, чтобы я остался там, около нее три дня поторчал. Ну вот. Ну, он говорит, да нет вопросов. Нашли это лекарство, ей принесли целую упаковку. Ну вот. И я каждый день у нее присутствовал на ее приемах. Это была действительно, знаете, школа, своеобразная школа. И она мне, я у нее спрашиваю, извините, а вот если вы давите живот, у вас не бывает таких вот обострений? Она говорит, вообще-то и не должно быть. Ты просто не знаешь анатомию. Я говорю, как не знаю анатомию? Мы же ее проходили, мы ее сдавали, мы ее в институте, вот, и у нас количество часов по анатомии было даже больше, чем в мединституте. Она говорит, если ты знаешь анатомию, то почему у тебя такие ошибки? Так вот, слушай. И она мне начала объяснить, что вот здесь нужно давить, вот здесь нужно поддавливать, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И она мне нарисовала эту схему. Ну вот. А я тут же взял на листочке, зарисовал. Ну вот. А ночевать я ездил в другое место, типа небольшая гостиничка. Ну и вот, и приехал, и решил посмотреть, сравнить, а что же она мне здесь, а что вот здесь, а что вот здесь. И я взял все это, обозначил, и выяснилось, ага, интересно. И первое, то место, которое поддавливалось, оказалось луковица 12 перстней кишки. Ну, естественно, я начал рассуждать. Да, интересно. У себя нашел луковицу, поддавил ее. Она, оказывается, была напряженной, потому что работа постоянно с людьми, а с людьми это где-то стрессы, где-то конфликты, где-то что-то. Ну вот. А в дальнейшем, конечно, я понял, что бабка, вот нарисовав вот эту схему, она дала мне своеобразный ключ к животу. Потому что живот, вообще живот — это жизнь, в переводе. И это истинная, вот истинная проблема начинается именно вот с луковицы 12 перстней кишки. Это я убеждался, и сейчас убеждаюсь. И своих пациентов, и своих докторов, которые у меня работают, они уже к этому привыкли, что нужно первое, что сделать, это вот этот ключик расслабить. Потому что луковица 12 перстней кишки — это та область, которая вызывает спазм передавливания протоков печени, поджелудочную железу. То есть, и получается, что нет нормального оттока. А ведь это напряжение с луковицы, оно и передается, и на привратник желудка. Значит, и желудок начинает плохо функционировать. А тем более, понимая, больше понимая физиологию, ты понимаешь, что брюшной мозг, который у нас существует, по сегодняшним представлениям, это 500 миллионов нейронов. Это больше, чем в спинном мозгу. Это мозг, который живет своей жизнью. И мы не помогаем желудку, не подсказываем ему, как переваривать мясо, как переваривать углеводы, как что с жирами делать. Он сам все знает. И каждый участок кишечника, каждый орган знает свои функции. И получается так, что мы не должны им только просто мешать. Если мы им помогаем перешагнуть через какое-то препятствие, а эти препятствия, это может быть спазмы, то есть здесь проще говорить о том, что как только спазм, так мозг перестает контролировать этот участок ткани. То есть там нарушается кровоснабжение, там меняется лимфодвижение, там меняется, в конце концов, движение той же, если это кишечник, перистальтической волны. А если это желудок, то пищевой комок просто плохо формируется. И вот тогда возникает и несварение, и вся система начинает рушиться. А тут ее наладить. И оказывается, дирижер-то находится вот именно в луковице 12-перстной кишки. Когда мы с вами говорим о том, что цирроз печени, мы с вами говорим, жировой гепатоз. А причина-то? Все рассматривают, где-то там ищут звезды. Спуститесь ниже, посмотрите на луковицу 12-перстной кишки. Как только она расслабляется, начинает истекать желчь, смотришь, жировой гепатоз. А если вы еще помогаете, начиная поддавливать печень, и опять же в определенных направлениях, то есть, зная, где чего давить, и можно ли давить, если, предположим, вы не расслабили луковицу, начинаете работать с печенкой. Вы, приведя печень в такое состояние, когда все бурлит, кипит, а оттока-то нет, а иногда и притока крови нет нормальной, потому что в некоторых случаях мы сейчас наблюдаем, когда аорта ишемизирована, то есть она покрылась холестерином, и этот холестерин, он попадает, очевидно, и туда, в сосуды, потому что если мы с вами работаем с более сложными патологиями, поддавливая, то здесь можно долго один орган поддавливать, до той поры, пока ты не поддавишь сосуд, или не откроешь сосуд, который покрылся холестерином. И к нашему счастью, природа нас так создала, что если поддавливать какие-то сосудистые участки, где холестерин, скажем, присутствует на интиме или на внутренней части этого сосуда, то этот холестерин начинает уходить, и печень его спокойно переходит в другой холестерин, который отправляет на то, чтобы получать гормоны, то есть на построение гормонального фона, на строительство белковых структур, то есть жир очень нужен организму. Ну, конечно, это отдельная тема питания, но мы с вами сейчас говорим о манипуляциях. И вот здесь, когда первоначально примитивно нарисовал эту схему, я потом над ней долго думал, потихонечку, и у меня сформировалась уже как бы на фоне вот этой модели, новая модель, новая форма, как она выглядит, вот эти схемы взаимодействия. Оказывается, схемы взаимодействия очень четко показывают, как эстафетная палочка передается от одного органа другому. И первое, что происходит, конечно, первый орган, который реагирует на спазм луковицы 12 персей кишки, это желчный пузырь, как ни странно, потому что это орган, который реагирует на стрессы. Луковица тоже на стрессы, но луковица на первоначальной. И часто бывает так, что вот этот стресс, он приводит к тому, что образуется спазм, который может длиться десятилетиями. И что же, нет оттока, нет нормального пищеварения, а нет нормального пищеварения, это токсины, это вздутый живот. А когда еще учились в институте, преподаватель биохимии, он говорил так, что, друзья мои, вот до той поры, пока у человека газ в животе, он счастливым не будет, потому что газ – это яд. И начинали перечислять, там, Агулов, ну-ка скажи, какие ядовитые вещества образуются. И ты перечисляешь, индолс, котол, меркоптан, сернистый газ, кретинин, метан, и еще там десяток этих ядов. Он говорит, и как же эти яды влияют? Ну как влияют? Конечно. И вот вам паралич кишечника. И мы не можем сходить в туалет, по неделям. А почему? Да потому что вот эти ядовитые вещества, они начинают всасываться в кровь, иногда минуя печень. И опять тут мы возвращаемся к пище, которая должна быть соответствовать. Потому что не лекарство должно быть пищей, а пища должна быть лекарством. И вот здесь-то вот как раз, работая с животами, ты видишь, что если питаться вот так, то мы получим вот такой результат. Если питаться вот этим, то получим вот такой результат. А потом уже, когда открылись границы, в данном случае появились поездки в Китай, в Японию, Корея. И вот ты уже видишь, вот живот, вот совершенно люди живут другими взглядами и представлениями. И у китайцев считается, что сырые овощи кушать вредно. А почему вредно? А потому что они раздувают кишки. И у них есть такая поговорка, раздутый живот, человек долго не живет. Вот и все. Ага. А сейчас появились темы такие, как лектины. А что такое лектины? Это ядовитые вещества, которые образуются в растительности, в растительной пище. И растительность защищается таким образом от животных, которые едят траву, предположим. Посмотрите, как корова рвет траву, щиплет. Она здесь пощипала, вроде травы много, а она переходит на другое поле. Там щиплет. Она там съела траву, где мало лектинов, следующее поела, следующее. И если так разобраться, то даже луковицу, если собаки скормить, собака может и сдохнуть. Потому что в луковице много лектинов. Это нужно понимать. И в кардиологии даже не рекомендует людям, страдающим кардиологическими расстройствами, кушать лук. И в то же время, видите, а если лук обработать, тепловую обработку он прошел, то тогда тепловая обработка приводит к тому, что лектины, они рассыпаются. И, предположим, той же свеклой, сырой можно отравиться, а вареное нормальное. Почему? Сварили. Лектины разрушились. И если вы яблоко, казалось бы, яблоки всех дуют, но яблоко такое вкусное, мы уже привыкли кушать, окуните его на две минутки в кипяток, подержите. Вкус не потеряло, а газового образования не будет. Видите, немножко другой подход. И, конечно, когда пациенты приходят, то основная масса народа, начинаешь смотреть живот, он весь дует, барабанит так. Да вот, я вот это поел, я вот это, да я вот проездом. Да какой проездом? А потом нужно понимать, что желчь, та же печень, если желчь не отделяется, то вот здесь застой желчи, идет отравление ее, а внизу желчи не хватает, потому что именно желчь делает среду в кишечнике. А мы сейчас много говорим о биоте, то есть бактерии, которые 85% нашего иммунитета, это наши бифидум-бактерии, но ведь они жить не будут в кишке, пока там не создастся среда щелочная. И вот здесь вот печень лидер. И поэтому, друзья, когда мы сейчас с вами будем говорить о самотерапии, то первое, что с чего начинается, это самый практически главный орган, это печень и желчный пузырь. А еще главнее, скрытый там, это луковица 12-перстней кишки. И пока мы ее не откроем, мы не получим хорошего результата. А желчь, это, наверное, одно из самых важнейших. Конечно, там кровь тоже важная, лимфор важная, но, извините, желчь поддерживает всю систему пищеварения. Потому что, представьте, желчь активирует ферменты поджелудочной железы. Желчь оспаривает пищевой комок, яйца паразитов погибают, не развиваются у человека. Желчь является расщепителем жиров, то есть она эмульгирует жиры, и организм способен их раздробить на мелкие частицы. И когда здороваемся с человеком, обращайте внимание, если рука у человека сухая, а иногда даже в трещинах, это говорит о том, что желчь не расщепляет жиры, жиры, и отсутствуют жироастворимые витамины, они просто не всасываются. И вот сейчас мода на витамин D, все его активно меряют, многие принимают большими порциями этот витамин D, а он как стоял на низу, так и стоит. А почему? Да потому что опять же, желчь, она способствует усвоению вот этих уже жироастворимых витаминов. Поэтому и, естественно, смазующие компоненты, если смазующие компоненты не формируются, значит у нас проблема с суставами. И вот вам артрозы, коксоартрозы. Посмотрите, сколько спортсменов, инвалидов. И теперь я уже, казалось бы, я мастер спорта, должен обе руки поднимать за спорт. Я говорю, спорт только для здоровых и для тех, кто знает вот эту процедуру, то есть висцеральную практику. И поэтому вся идея заключается в том, что наш российский спорт, он не должен исключать, потому что если мы этим заниматься не будем, этим будут заниматься другие страны. Потому что они готовы принять вот эту вот всю информацию. Немцы, американцы, уж с Новой Зеландии приезжают. О чем говорить? Вообще страны, вот если перечислять, их мало и все хотят, но на уровне спорта нужны крепкие, выносливые, здоровые люди. А без этого, к сожалению, не получится здоровье. И, конечно, различными добавками. И у нас в свое время мы как-то, ну, помните, наверное, летчика-космонавта Гречка. Он говорит, надо же. Александр Тимофеевич, почему нам вот это не дали тогда, когда мы в космосе были? Да, мы его пролечили, удачно так все проработали живот, ему понравилась его супруга Людмила, она тоже доктор, она тоже освоила, а потом она уже поддерживала его здоровье. Благодаря вот ей, я считаю, что она много сделала для своего мужа, научившись работать с животом. Поэтому здесь, друзья мои, вот мой общий призыв, научитесь. И вы поймете, насколько вот это важно. Как только вы увидите, что у вас становится с каждым днем все лучше и лучше в животе, у вас меняются психологические качества. То есть вы становитесь более адаптированным к окружающему пространству. То есть у вас физические качества начинают возрастать. Понимаете, то есть, и, конечно, я с удовольствием делаю какую-то легкую зарядку, которая меня поддерживает. И мои пациенты, многие мне там звонят, переспрашивают, а, Тимофеевич, а может быть, вот куда-нибудь съездим, побегаем? Ну, давай съездим, побегаем. Или давай-ка в баньку съездим. Давай, давай. Ну, и вот такой вот отношения, когда у тебя там нет проблем, а вот сегодня, предположим, перед программой, я сделал ревизию себе, я просмотрел все тщательно весь живот, где-то там обязательно чего-нибудь да найдешь. Потому что мы живем, и где-то там поскользнулся, упал, где-то наткнулся на чего-то, а где-то съел продукт, который продали, а он непонятно какой. и поэтому нужно постоянно помогать. И вот помощь-то, она уже вот с моих позиций я рассматриваю. То есть мы создали вот эти схемы, вот, наверное, можно увидеть лицо, и на этом лице достаточно взглянуть на человека, как ты уже знаешь, что с этим человеком я предполагаю, что вот такая-то, такая-то проблема. А чтобы еще уточнить, а давай-ка поздороваюсь я с ним, а давай-ка потрогаю вот здесь точка напряжения, а здесь, а, болит, ага, болит, так это поджелудочная железа, а у тебя звенит. И достаточно ее продавить, снять с нее венозный застой или лимфатический застой, и эта зона очистилась, она свободная. И, конечно, когда люди занимаются спортом, какими-то там двигательными активностями, кто на лыжах катается, то для них вот это самое нужное. Почему? Они имеют возможность потому, что болит, контролировать состояние своих внутренних органов, потому что органы тоже имеют прямое отношение к мышечным связям или вот, предположим, те же миофасциальные поезда под тревел, тревел, так они, тревел-то не знал, почему это напряжение, а потому, что он не связывал это с работой внутренних органов, со всеми вот этими системами, которые в нашем животе существуют, то есть той математической моделью, которая там присутствует. Ну вот, и, конечно, самое-то интересное, всем этим заинтересовалась тогда госбезопасность, ну вот, начало 90-х годов меня, как бы, пригласили на Лубянку, я сначала, конечно, был хорошо напуган, думал, где я, я о политике нигде вроде не говорил, а тут говорят, Агулов, ты вот сейчас занимаешься такой интересной темой, которая могла бы послужить нашей Родине, а давай-ка так, нужно сделать инструкцию для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях. Ну вот, и я написал эту инструкцию для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях, причем не я был один, была целая группа нас, пять человек, ну вот, и каждый занимался своими исследованиями, и мы вот эти вот, как бы, контрольные работы делали, контрольные, что такое? Курсанты военных училищ, там брали три группы, одна группа знакомится с маккуляциями на животе, а две другие группы этого не знают, и дальше боевая задача, выполняют боевую задачу и смотрят, как эти группы справились, и оказалось, что та группа, которая работала со своим животом, а здесь нужно понимать, что все патологии позвоночника, это в первую очередь патологии внутренних органов, грыжи, протрузии на позвоночнике, скажите, где я вам скажу, от какого органа, какой орган, так сказать, вызвал это напряжение, потому что все наши мышцы и многие ткани, они реагируют на функциональные нарушения, что происходит? Мышцы напрягаются, и вот вам протрузия, то есть сдавили, тиброзное кольцо, и кольцо раздавилось, а ведь скелетные мышцы самые сильные, ведь взять железного самсона, то этот железный самсон ломал подковы, гнул, разгибал их, а он был, как говорят, двужильный, у него не было ярко выжженных, он просто был жилистый, и вот эта вот жилистость, это скелетные мышцы, которые обладают таким вот интересным свойством сильный человек. И так, Александр Тимофеевич, родился метод вестеральной практики. Ну, конечно, еще один момент. А в девяносто первом году, когда произошел развал СССР, вызвали опять на Лубянку и сказали, Александр Тимофеевич, наш проект закрытый, что хотите, делайте. И вот тогда у меня, чтобы вот эта работа не осталась, скажем, безнаказанной, наверное, в кавычках, я написал книжку. Я взял из инструкции для спецподразделений, и первая книжка, это вестеральная хиропрактика в старорусской медицине. Это была вот как раз часть инструкции, где я прибавил анатомию, физиологию, сделал ее читабельной. Ну, и, естественно, она вышла. И первое время она даже лежала без спроса. А потом, когда мы начали приезжать в магазин книги, то мне начали жаловаться, что книжки-то воруют. О, воруют! Так это здорово! Значит, она пользуется популярностью. И вот одно время было просто не успевали подпечатывать. Вот такая вот картина. Но сейчас мы как бы временно приостановили, потому что новые взгляды пришли, новые представления, потому что сейчас много того, что можно дообследовать, доисследовать, дополнить. Да, и вот дополнений очень много. И мы будем, конечно, может быть, сегодня я упомяну некоторые дополнения, которые помогут еще быстрее решить проблему с той же луковицей 12 перстней кишки или с той же печенью и с желчным пузырем, с камнями в желчном пузыре. И есть свои уже новые разработки по устройству, которые помогают уйти от таких проблем, как, может быть, даже на первых этапах фиброкистозной мастопатии камни в желчном пузыре, застой в печени. А вот это, конечно, это номер один проблема. Так родился метод листеральных практик, которые вы начали применять в своем центре. Еще такой момент интересный. Когда уже начали работать с военными, то я, и они мне подсказывали, где есть человек, который владеет подобной. Летал, разговаривал, знакомился, собирал материал. И там, Геленджик летал, там бабушка-староверка, она очень осторожно меня приняла, а потом, когда разговорились, когда я ей показал, она говорит, Александр Тимофеевич, у меня у мужа силикоз, поможете, я вам расскажу, что делать. А вы уже знаете, что ваши руки больше сделают, чем мои, потому что это ваш муж. Ну вот. И поэтому, и вот эти все поездки, они позволили мне взглянуть немножко на тему. Я тогда насобирал материалы, но этот материал я сейчас потихонечку буду и выставлять. То есть, я его причесываю, ну а так как работы все равно много, и приходится тут и кардиологии, даже взгляды свои на кардиологию, взгляды свои на урологию, связи, взгляды свои и на пищеварение, не те, которые вписываются, вот, может быть, в современную медицину. Но они оказывают помощь, решают некоторые задачи, которые не решаются в медицине. А это самое главное. Вернемся к самому. Да. И еще очень важный момент. Противопоказания к методу. Потому что много очень вопросов от людей, и, собственно говоря, они, наверное, не задаются вопросом, насколько для них возможно, невозможно, критично. Какие все-таки противопоказания самые важные на ваш взгляд? Противопоказания — это неадекватное поведение человека? Неадекватность. Ну и, конечно, сложные заболевания, которые уже в стадии такого полуразложения. То есть, онкология, когда уже в стадии разложения, здесь тяжело что-то сделать, но, тем не менее, это все не может быть единое. То есть, запрет и все. Все зависит от условий и, скажем, возможностей. А если, предположим, это где-то в медицинском центре такая ситуация, то доктор, тот, который лечит, и тот, который попытается облегчить состояние, то вот тебе, пожалуйста, и противопоказания тоже слетают. Но желательно не делать человеку тот, который находит в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него нарушены висцеральные связи, и вы можете, он может не почувствовать боль, не почувствовать напряжение, киста какая-нибудь там может лопнуть. Поэтому здесь не стоит. Алкогольное, наркотическое, ну, и, естественно, когда травма произошла, когда уже нужна хирургия, а потом бывают ситуации, когда мы уже опоздали, то есть часть пациентов, есть отдельный случай, когда к нам приезжает или привозят человека, у которого уже аппендиционный, вот грани уже вот-вот лопнет, то есть это картина острого живота, и мы тут же отправляем туда, куда нужно, то есть на операционный стол, в хирургию, конечно. Ну, и, естественно, человек должен быть готов, то есть у него должно быть знание. Другой вариант, когда он боится, потому что никогда с ним никто подобных действий не проводил, никто не нажимал на живот, а сейчас тем более врачи вообще не прикасаются к животу, и вот это, конечно, вызывает ряд вопросов и ряд страхов. А человек, который боится это, он уже накручивает себе в голове, пусть лучше сначала послушает, почитает, и после этого сам решит, нужно проводить или не нужно проводить такие мероприятия. Человек должен знать о себе, прежде чем приступить к самопомощи, к ресторальному самомассажу. Он, во-первых, должен знать свои проблемы. Конечно, более хорошо, если он знает, не то что знает, имеет на руках анализы крови, ему уже сказали, что здесь болезнь Жильбера, или там сказали, что здесь болезнь Крона, или там еще чем-нибудь напугали. И вот здесь человек начинает уже в голове думать, а как из этого выйти. И хорошо, если он попал к специалистам, которые говорят, а давай-ка так, попробуем, вот чуть-чуть поддавили, ага, здесь боль ушла, тут поддавили, боль ушла, а вот теперь давай глубже, глубже, глубже. Ну вот. Специалисты имеете в виду вестеральность? Да, то есть специалист, который уже имеет опыт практических работ. Ведь, конечно, сложных пациентов и в хирургии не отдают первому попавшему хирургу. Так и здесь тоже. Существует определенная градация, и поэтому, конечно, мы занимаемся подготовкой специалистов. И, в принципе-то, экзамены они у нас сдают, достаточно, и есть случаи, когда и не сдают экзамены. Но ничего, пересдают. Но самое интересное, что эти люди уже готовы к тому, чтобы взять такого пациента и определить, то ли они уже опоздали, нужно ехать в хирургию, то ли можно работать. и вот все относительно. Много вопросов связанных с аортой. Те, кто уже смотрел, изучал онлайн-курс по вестеральному самомассажу, задают вопрос, что бы вы сказали вот в этом плане, какое предупреждение пациентам, которые уже решились на такую самопомощь? Прежде чем приступить к манипуляциям, если у человека ставят ИБС, то есть ишемическая болезнь сердца, то обязательно нужно провести исследование, нет ли там аневризмы, нет ли там уже приближающегося расслоения аорты, то есть насколько она деформированная в животе. Ну и для этого нужно сделать хотя бы доплерографии, убедиться, что там да, есть проблема, и уже исходя из этого обращаться либо высший уровень специалиста, ну либо самим попытаться что-то сделать. Но, понимаете, лучше все-таки где-то перестраховаться. В любом случае мы говорим о том, что человек должен о себе максимально знать много. Какие анализы рекомендуете знать? Входят люди, которые не знают в какой стороне печени, или мне говорят у меня болит спина, спрашиваешь где, а вот где ноги расходятся. такое знание физиологии, анатомии. И всех обучают грамотно. И, конечно, иногда ты начинаешь ему рассказывать его анатомию. И он, самое интересное, что люди начинают интересоваться, они начинают читать литературу, они начинают, ну будем так говорить, изучать себя. Вот это самое главное. А начиная изучать себя, он начинает заниматься своим собственным здоровьем. Это важно. Это важно. Тело, наша собственность, мы обязаны за него отвечать и приводить его в порядок. Обязательно нужен какой-то стимулятор, тот стимулятор, который нас подтолкнет в этом направлении. То есть нужна мотивация. И вот часто, когда человек решил, что все, пить не буду, курить не буду, вот она мотивация, это ему сказали, что, знаешь, жить тебе совсем немножко осталось. И вот здесь он начинает искать. Вот она мотивация. И вот теперь из него можно готовить того человека, который научится, который, ну конечно, они иногда проходят свой путь, но желательно бы, чтобы путь этот был более грамотный. То есть он должен, по крайней мере, найти либо специалисты, либо даже закончить те семинары, которые, или прослушать те семинары, которые мы проводим, обучающие, для того, чтобы не навредить, а для того, чтобы выжить и дальше жить. Это самое важное. Сегодня мы послушаем наших слушателей нашей академии, да еще дополнительно. А сейчас уже наша модель, Катюша, готова к тому, чтобы вы на ней показали и научили ее работать с ее животом. Поэтому сейчас для Катерины я покажу самые главные участки, главные фрагменты, а уже там, по-моему, уже готовый семинар отснятый, и по нему можно, потому что... Мы покажем часть этого онлайн-семинара, а потом еще послушаем отзывы тех, кто уже обучался на таком семинаре, приобретал его. Ну, сейчас пройдемся к массажному столу и покажем на модели. Супругой мы пошли подышать воздухом с утра, и впереди нас идет семья, и девочка идет на цыпочках. А цыпочки, когда девочка идет на цыпочках, чаще всего связаны с чем? С тем, что печень, она страдает, проблемная печень. И поверьте, друзья, сколько у меня было случаев, когда, казалось бы, ведь это считается неврологией, центральный генез, там связан с головой непосредственно, с мозгами, но ведь мы забыли, что печень-то, правая ее доля является метаболическая, она имеет отношение очень хорошее к нашему мозгу. И вот, часто продавив печень, улучшив ее работу, а в данном случае, опять же, проработав луковицу 12 перстней кишки, и когда желчь начинает оттекать, то что происходит? А происходит самое простое. Человечек, который ходил на носочках, перестает ходить. На носочках идет нормальным шагом. Вот такие вот случаи. Конечно, желание было подойти, но семья могут не понять, что с улицы подошел и говорит, слушайте, что у вас там ребенок идет на носочках, давайте я вам сейчас вот здесь потыкаю, и все, это все поможет. Ну, понимаешь, неудобно. Вот это неудобно. Так же, как в метро едешь, и ты видишь, что у женщины признак проблемы молочной железы, и как подойти и сказать, вы знаете, а у вас с правой молочной железой, или танцуешь с девушкой, взглянул в глаза, а у вас в левой почке камень, это на глазу, там есть метка, и конечно, но ты знаешь, как решить эту задачу, вот в чем дело. И вот это вот все возникает вот такая вот интересная ситуация. Желание отдать. Да, желание. И первое, что мы рассматриваем, мы с вами рассматриваем живот для того, чтобы здесь определиться, где находится вот та луковица двенадцатиперстной кишки, которая обычно спазмируется, которая находится в спазме. Кать, а давай-ка вот так, чуть-чуть, приподними вот так, ахо, подержи, молодец. И вот, если мы с вами возьмем вот мечевидный отросток и область пупа, вот у Кати здесь, конечно, расстояние небольшое, но где-то вот в этой области, с правой стороны, находится луковица двенадцатиперстной кишки, но она находится под печенью, то есть печень ее накрывает сверху. И мы практически продавливаем вот до появления легкой боли. Кать, здесь вот не болит. И вот чуть-чуть мы задержались и ждем пока вот эта боль или спазм уйдет. А вообще нажатие должно быть на где-то, если пятибалльную систему взять, что пять, пятерка, это самая сильная боль, то здесь нужно на троечку. И вот подержали, как только спазм уходит, начинается от извержения желчи, желчи застоявшись начинает сбрасываться, а печень облегчается. Все, ага, теперь вот здесь, немножко вот сюда, вот. Да, 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 да. И вот здесь вот поддавили. И вот это как раз и является тем ключом к здоровью, о котором мы с вами говорили в самом начале. Все. И теперь вот в этой области. и, конечно, хорошо бы померить температуру пупа. Температуру пупа, но для этого используется пирометр. А можно? Спасибо. И вот мы меряем температуру пупа. 33,4. Норма 33 градуса. Чуть-чуть, осталось чуть-чуть поддавить, и можно даже проследить, что температура, она придет в норму, и тогда желчь нормально оттекает, тогда нет застоя в печени, печень становится более легкой, ну вот, и тогда человеку легче бежать. Когда он бежит, у него ничего не тянет, в боку не болит, там тоже не болит, если, конечно, и правую долю печени мы продавим. Нас смотрят и понимают, что люди, что будут такие уроки, там уроки на модели у нас есть в онлайн-курсе, и они должны будут повторить. А вот... И вот здесь вот... Если мы взяли среднюю линию живота, вот обратите внимание, то с правой стороны находится вот та луковица, о которой мы с вами говорим. Да, если мы с вами еще и продаем немножко чуть-чуть, даже ближе сюда, вот к средней линии, а то и среднюю линию, то там находится и привратник желудка. И будет хорошо, что заодно и луковицу расслабили, и привратник желудка. Тогда желудок лучше эвакуирует пища, пищевой комок из него, ну, естественно, и лучше пищеварение. Здесь еще есть боль. Можно покачивая. А вот теперь, Катя, попробуй своей рукой. Ну, можно сидя. Давай я вот здесь придержу, а ты попробуй двумя ручками. Вот эту часть одной можешь. Молодец. Ну вот, и достала, и ты ее потихонечку поддавливаешь на троечку, чтобы была приятная боль. Наверное, так ее можно расценивать. Главное, что ты чувствуешь, что она уходит, что ее становится меньше. И как только она ушла, и тело как будто облегчилось. Вот такая вот интересная картина. А на спине часть мышц напряженных, вот, предположим, здесь эти мышцы расслабляются. Спазм уходит, тогда подвижность увеличивается, живота и всего прочего. Осталось там что-то. Похоже, рука твоя и рука Александра Симофеевича похожа? Да. Лежу оттуда. А самое главное, ты ищи еще и плотную ткань. Конечно. Давай, я вот так подержу, а теперь двумя ручками попробуй. Вот так. И бывает так, что ты можно одним пальчиком наложить, и вот помогаешь. И туда заходишь поглубже, и находишь эту напряженную ткань, и ждешь, пока она расслабится. Расслабилась, начинается истечение. И вот здесь-то как раз и обычно еще такой иногда опыт или эксперимент проводишь, просишь пациента перед процедурой присесть, коленки захрустели, затрещали, здесь вот поработали, он приседает, а уже колени не хрустят, потому что желчь включилась, смазующие компоненты пошли к суставам. Ну и если взять, ты это самое, работай, а я сейчас пока расскажу дальше. Так вот, когда мелкие частицы, когда идет расщепление, я вас перебью, а я уже померил, а уже, да, сейчас тогда... 33,4. После работы надо будет еще раз померить. Дальше. Кать, старайся. Ну, можно даже и... Привали, дать? Можно так. Давай-ка я еще померю в этой позиции. 33,2. Давай-ка вот здесь опять, Кать, вот так полубоком, давай, чтобы всем было видно. Еще чуть-чуть полубоком. Вот так. И вот в этой позиции и отсюда еще поддеть. Здесь боль, да? Вот-вот надо сбросить эту застоявшуюся желчь. Конечно, это не говорит о том, что 33 – это температура печени. Это точка с этой температурой, она дает информацию, что печень в норме, что функция ее нормально работает. Ведь представьте, что часто печень холодная или наоборот печень горячая. И вот эти обменные процессы, которые должны происходить в печени, они нарушаются. И вот эти сбои в нарушении, они проявляются разными заболеваниями, разными отклонениями. А наша с вами задача – подтолкнуть, помочь нашему организму подхватить это новое состояние, которое мы создали. Все, отпустила. И теперь еще вот сюда, Катя, чуть-чуть. А вот как раз он и должен поворачиваться. Ноги повернул туда, туда. И вот сейчас мы здесь расслабим, а потом Катя повернет ноги в другую сторону. И получается, что в разных позициях печень по-разному у нас выглядит. Все, да. И вот здесь вот обычно начинает журчать. Все. Катюш, попробуй теперь сама. Давай, попробуй, да. Вот сюда поищи. Если там еще осталось чуть-чуть. И добрать это напряжение. То есть там к луковице подходят желченободящие пути. И если эти пути спазмируются, наша задача их расслабить. И тогда желчь оттекает. Тогда не растут камни. Тогда нет проблем, скажем, печеночного характера. И тогда ноги становятся теплыми. Печень от слова печка, тепло. Человек может нащупать что-то достаточно жесткое? Аорта. Как она может здесь иностранство? Аорта, она как бы с левой стороны от белой линии проходит. Она даже под желудком. И, конечно, если аорта склерозированная, то ее прощупают. И она болезненная там. Плотная, твердая. Тем более, если просмотреть пройти по ней, по ее... Есть такая ситуация с аортой. Человеку лучше порекомендовать обследоваться и убедиться в том, что она... Конечно. Сначала убедиться, что там нет ничего страшного. То есть там нет ни аневризмы, там нет ни, скажем, предрасслоения. А чаще всего, конечно, если посмотреть на века, то на верхнем веке иногда видно красную полосу над веком. И вот эта красная полоса, она как индикатор того, что с аорта и не все в порядке. И самое-то интересное для слушательниц. Когда вы начинаете работать и приводите, то эта красная полоса, красный сосудистый рисунок, он исчезает. Вот в чем прелесть всего этого. Так же, как... Косметический, да. Тоже часто бывает так, что крылья носа, сосудистый рисунок, особенно когда люди болеют простудными заболеваниями, кашляют, чихают сосуды. Как только перестал чихать, перестал кашлять, сосуды исчезли. Так и здесь. Там проблема создалась, значит, там создалась, там рисунок. И здесь тоже с легкими проблемами, значит, крылья носа с рисунком. Или валик можно, может быть, дать удобно? Теперь мы подработали эту луковицу 12-перстной. Чуть-чуть я зайду сюда, где привратничек. Здесь без боли. То есть немножко здесь и желудок, но желудок тоже стрессовый орган. И этот орган, он отвечает за как бы длительное напряжение. Желудок — это орган, который реагирует именно на длительный стресс. И вот этот длительный стресс делает напряженным, плотным. А вот вам тут и хеликобактерия появляется. И хеликобактерия, вот в моем представлении, это индикатор напряженного желудка. И если мы освобождаем желудок от этого напряжения, а хеликобактерия — это условно-патогенная флора, она всегда присутствует, если в норме, потому что она, еще раз, условно-патогенная. Она нужна нам. И американцы тоже проводили разные исследования, выяснилось, что если полностью убрать хеликобактерии, то часто это заканчивается онкопроцессом. И поэтому должно быть определенное ее количество. И вот это количество определяется самим желудком. Если он спазмирован, то проблема. Нет спазма, значит, все хорошо. Быть в балансе. Все перестало здесь. И вот теперь мы, следующий этап, мы от этой луковицы 12-перстней кишки сначала начинаем поддавливать, то есть мы надавили вот туда, в глубину, на эту зону, на луковицу, а потом сдвинули вместе с луковицей. А так как луковицу сверху накрывает печеночка, то сдвигая печень, мы как бы из мочалки начинаем выдавливать застоявшуюся желчь, ну и частично венозную кровь. И вот надавили, а теперь смещаемся вот к плечу, потому что там протоки в этом направлении. И вот эту боль, а вот хорошо, что у Кати еще нет напряжения на печени. То есть печень нормальная, рыхлая, как все положено. А ведь вот совсем недавно был пациент, или пациентка, у которой, скажем, печенка как фуражка, козырек у фуражки. Вот представьте, плотность какая. Но тем не менее, она все равно пошла под пальцами на размягчение. И мне очень понравилось то, что женщина и оптимистка, и вообще, как-то так начали работать, и вот уходит, 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 и она трогает рукой, и не может поверить, как так, ведь была такая жесткая, плотная, и вдруг эта плотность кончилась. Все, отпустила? Тело благодарна. Да, наше тело, если оно понимает, чего мы от него хотим, и вот сейчас мы чуть-чуть спустились ниже, там, где серповидная связка, то есть связка, которая соединяет и правую, и левую долю печени. И мы, продавливая эту связочку, еще обмен между левой и правой долей печени усиливаем, потому что это очень важная часть. Конечно, об этом мы с вами обычно мы говорим на занятиях более глубоко исследуем, это дело, явление. Объясняю, что нужно, к чему она привязывается, и что она производит. Все, отпустила? Да. А теперь чуть-чуть пониже. Здесь есть? А здесь уже нет. То есть и получается, что здесь вот левая доля печени, а левая доля печени, она является как бы антитоксической. Ну, где-то функция пищеварения здесь снизилась, и за счет того, что образуются какие-то токсические компоненты, левая доля печени, она перегружена. И поэтому ее, конечно бы, вот моя рекомендация, периодически поддавливать, потому что вот слабое звено. Но со временем, может быть, там даже месяцок поподдавливаешь. Но организм это подхватывает. И он начинает, скажем, убирать вот эту проблему, сам подстраиваясь под нее. И вот здесь сейчас напряжение мы здесь доберем. И тогда температура пупа должна прийти в норму. Временемором и циррозом? Конечно, конечно. Ну вот. И интересно наблюдать, когда циррозы, человек приходит с циррозом печени, то температура там вообще уходит там к 27. Понимаешь? И там печень жесткая, плотная. Болит плечо у человека. Правое плечо. И вот как вчерашний день, когда юноша зашел, и мне там дифирамбы начал петь, потому что наш доктор всего три процедуры сделал, и у того плечо перестало хрустеть, перестало трещать. Представляешь, он столько времени уделил лечению этого плеча, а тут Николай продавил три раза. Он говорит, я иду и не пойму, что у меня нового. Что-то во мне не то. Махнул, а не хрустит и не трещит. А оказалось, что это печенком продавил. И вот эта печень помогла ему избавиться от того, что не решал никто. Он говорит, когда я жене показывал свой сустав, вернее, крутил рукой, и она хрустела, трещала, жена плакала. Ну, так вот устроено. Все, перестало здесь болеть. И здесь тоже. И вот здесь, конечно, часто как только вы привели печень в порядок, то часто наблюдается такая интересная картина. Месячные становятся нормальные, а то они бывают обильные, или маточные кровотечения. Это все отекшая, разбухшая печень. Но ведь когда гинеколог разговаривает или смотрит пациента, он же этого не видит. Вот в чем дело. И вот здесь, конечно, происходит не совсем понятное явление. и в то же время у детей чаще всего из носа течет кровь. А из носа крови это когда застой и в правой, и в левой доле, и уже к застой подключилась и селезенка. Здесь перестало еще или так же болит еще? Нет, гораздо меньше. Гораздо меньше. Сейчас мы поддавим. Все? Отлично. И еще вот здесь. Надо еще раз, чтобы Катюшка подняла. Да, сейчас мы ее попросим, чтобы она... Чтобы наши зрители убедились в том, что приобретя онлайн-курс, они научатся делать некоторые манипуляции. Или есть еще? Есть. Это вот левая доля, она обычно первая в нашем организме отдается вот на такое растерзание. И поэтому с ней побольше приходится заниматься. Конечно, сейчас поработали в положении лежа, а потом можно в положении сидя. И сдвигаясь, поворачиваясь на повороте в одну сторону, на повороте в другую сторону. И вот эти вот все повороты, они способствуют тому, что ты лучше выдавливаешь вот из этой мочалки застоявшейся кровь и желчи. Все перестало? Ну вот. А теперь, если опять ножки сюда, и теперь уже вот в эту сторону давай сюда. Конечно, неудобно, наверное, или там видно все хорошо. И теперь мы отсюда еще вот такой скрученный позе и опять нашли. И в то же время здесь как раз находится аорта, аорта, которая обеспечивает кровью и саму печень. И поэтому здесь сразу две работы делаем. Мы снимаем спазм с аорты, с этого сосуда. А то и бывает так, что поддавливая холестерин, здесь начинает по-другому себя вести. И, конечно, холестерин уходит. и я могу это сказать голословно. Почему? Да потому что, представьте, сколько лет мы существуем, а мы существуем практически-то с 94-95 года мы официально работаем. И вот за этот промежуток времени сколько народу прошло, сколько мы животов протрогали. Это, знаете, и, конечно, когда это все помогает, и ты чувствуешь, что вот оно решение вопроса, вот это удовольствие какое ты получаешь. Раньше я получал такое удовольствие, когда выигрывал какие-то соревнования. Вот ты вошел на пьедестал почета, ты стоишь, тебя награждают, там, вручают. И вот это вот из-за этой минуты славы ты тренируешься годы. Здесь тоже ты начинаешь работать, и вот минута славы, когда у пациента ничего не болит, он приходит, улыбка до ушей, все, кожные проблемы ушли, там, психически, психологически, они тоже поменялись. Он стал адекватным, он стал нормальным, он стал здоровым человеком Российской Федерации. Все, отпустил. Чему стремиться. Да, и поэтому, конечно, друзья мои, бывшие военные, которые тогда еще, когда мы занимались вот этой технологией, изучением всего этого и составлением инструкций для спецподразделений, то многие эти бывшие военные, они до сих пор со мной поддерживают отношения, ну, и слова благодарности я слышу. А иногда какие-то смешные такие ситуации, они мне звонят, говорят, Тимофеевич, вот я там кто-то сделал, и ты знаешь, вот что произошло, и дальше рассказывает. Да, и вот еще, Катя, здесь рядышком, так как у нас немножко левая доля, правая доля печени чуть-чуть была в застое, я еще посмотрю и селезеночка. А для этого, вот видишь, здесь ребрышко немножко торчит, выступает, и нужно ее поддавить, чтобы и селезеночка сбросила застоявшаяся кровь. Полежи так. И вот здесь боль есть, да? И вот надо селезеночку продавить, и тогда не будет плаксивости. Да, плаксивость уходит. Ну вот. И тогда, часто, если, предположим, селезеночка в отеке, а сделали какую-то операцию, то формируется келоидный рубец. И когда селезенка страдает, органы начинают опускаться. То есть, соединительная ткань реагирует вот на все это состояние. И поэтому наша с тобой задача, чтобы все, как у всех животных, но у животных горизонтальное положение. И вот это горизонтальное положение, там, и печень, и селезенка, и почки, и кишечник, все на одном уровне. И сердце, в том числе, и голова. А у нас, видите, вертикальное положение, и мы проигрываем. Проигрываем, потому что половина нашей жизни она отнимает. И поэтому, уважаемые мои друзья, я рекомендую обязательно освоить, потому что вы хотите долго жить. И чтобы долго жить, нужно, чтобы все органы выстроились. И, конечно, нагрузка на них достаточно большая, но мы должны постоянно исправлять те сбои, которые происходят по нашей жизни. Вот. И эти исправления можно сделать вот... Конечно, может быть, другие какие-то способы есть, но на сегодняшний день я не вижу другого способа, который близко бы подошел вот к этой практике. И я горжусь, что это тема российская, и когда приходится мне читать лекции в Америке, в Канаде читал, в Швеции читал, в Германии, они говорят, какая медицина в России, нам бы такое... А представьте, если в Турции я читал, а мы ездили с Владимиром Васильевичем туда, и турки, когда мы уезжали, нас посадили в автобус, они пошли за нашим автобусом, а это доктора наук. Вот это было признание. Да, и когда они говорят мне с переводчиком, конечно, благодарность, и говорят, что кроме ракет и балета, мы не знали, что медицина есть такая в России, а теперь мы знаем. А ведь это все были представители университетов, 40 человек, докторов разных специализаций. И это правительство, их правительство, они попросили, и я провел... Да. Ну что, меряем температуру пупа? Да, конечно. Катя? Контрольный замер. И контрольный, да. Сейчас чуть-чуть даже я приподнялась, но это временное явление, 34. Было 33, ну, сейчас распределилась горячая желчь, поэтому, ну, чуть-чуть, минут 5-10, и мы еще разочек померяем, потому что температурный режим, и, собственно, тепло пошло и в ноги, нижние конечности, и, главное, еще в малый таз. Ну, то есть она должна быть в норму. она обычно через пару минут, она приходит в норму, и тогда, мы с вами говорим, вот, тогда практика с этими органами закончена. Санкт-Петербург, а вот еще в связи с печенью, вот, на шее, какой участок рекомендуете отработать? Дело в том, что еще здесь одна интересная особенность, вот, опять же, это наше наблюдение, наши наработки, на шею обычно никто не обращает внимания, но, представьте, что шея, ведь шеей идет управление, нервные волокна выходят, которые управляют сосудами мозга, нервные волокна, которые управляют сосудами слуха, зрения, обоняния, вся стоматология висит на наших, вот, вся стоматология на нашей шее. Любую зубную боль, по крайней мере, что я сталкивался, снимается через работу с шейным отделом. Я уж не говорю про сердце, не говорю про верхушку легкого, про руки, которые там не имеют пальцы, это все шея. И, конечно, шее принадлежит еще щитовидная железа. И, когда говорят о том, что там Т3, Т4, ТТГ, они в норме, ребята, достаточно иногда размять шейный отдел. А что значит размять? Конечно, вот если Катя повернет немножко головку и вот взять напряжение вот здесь, то вот это напряжение, конечно, у нее шея более-менее отработанное, но, тем не менее, вот здесь бы еще чуть-чуть доработать. Представьте, в 70-х годах физиологи проводили такие эксперименты. они убирали щитовидную железу у козы. Так коза погибала от тотального атеросклероза через месяц. Через месяц. А коза же веганец или вегетарианец. Жиры не ест. А ведь все сосуды были забиты холестерином. И вот здесь, когда пациенты приходят, у которых шея вся болезненная, болючая, то чаще всего холестерином забиты и аорта, и все магистральные, практически артериальные сосуды. И хотя человек, казалось бы, на заместительной терапии, но проблема-то, она все равно остается. И вот по нашим наблюдениям достаточно привести шейный раздел в порядок, а это глубоко, когда голова свисает, когда голова спереди, то есть человек лежит грудью и голова. На свисе работаем, на повороте, на разных вариантах. И тогда смотришь, холестерин пришел в норму. А самое интересное, когда приходится работать с аортой, то аорта-то, она снова не покрывается холестерином. Если же мы отработаем живот, не учитывая вот это, то мы что получим? Через 2-3 недели опять возврат, опять холестерином закрывается. И поэтому, зная это, мы решаем ту проблему или человек может решить ту проблему, которая у него создалась из-за незнания. Шея должна быть хорошо подвижна, мягкая, подвижная. Она должна балкаться. Да. Вы поворачивая голову, приятно, что вы и головой видите. Не отключаетесь, да? Не просто там смотрите на экран навигатора, где задняя камера снимает, а на самом деле у вас обзор, но и то, что вы хорошо еще и видите и слышите, и все у вас нормально функционирует, и холестерин в порядке, вот это уже все вопросы снимается. Спасибо. Друзья мои, конечно, на этом дело не заканчивается, но вы досмотрите там в тех видео, которые мы отсняли для вас. Да, но вот то, что мы показали, это как бы одна из основных. А дальше все уже пошло легче, потому что это вот самое серьезное. приходят, у них у всех эта проблема, практически у всех. Конечно. Вот. Спасибо, Катюша. Спасибо тебе. У нас великолепный мобиль. Если посмотреть, с тем разом намного лучше. Молодец. Мы пригласили на прямой эфир слушательницу нашу, которая имеет свой жизненный путь очень интересный. Вот где мы Оль, проходите, и мы сейчас с вами побеседуем. Вот у нас в академии можно не только оздоравливаться, но и обучаться. Вот. И обучившись получить документ и дальше уже применять на практике и метод Александра Тимофеевича. Ну, а начинается все, наверное, с того, что этот метод как-то помог лично вам. Оль, расскажите. Меня зовут Ольга Пузанова. Я сама живу в Подмосковье, в городе Подольске. И так получилось, что 10 лет назад моя жизнь разделилась на до и до и после, я бы сказала, убийственного лечения антибиотиками. 50 штук за 3 месяца. То есть эти курсы, они разрушили мой организм. я не могла есть нормально, пить, жить. То есть постоянная пронизывающая боль, зуд не только как-то влияли на мое физическое, психическое состояние. То есть вот эта боль, она просто выворачивала меня. Но надо было жить, работать, расти детей, помогать родителям. Я надеялась, что все-таки организм мобилизуется каким-то образом, восстановится. Шел один год проходил, второй, третий. Но видимо настолько глубоко были поражения, что саморегуляция не помогала. И счастливые случай позволил мне познакомиться с специалистом, который владел массажем живота. И я доверилась. И где-то за полтора года, шаг за шагом, удалось выйти из того тоннеля темного, который выгнала меня вот эта ситуация. Полтора года это срок такой. Да. Не сразу, но через череду обострений. Тем не менее, я понимала, что нужно что-то делать самой. Я подобрала себе комплекс упражнений, которые помогали мне восстанавливать организм. и где-то три года назад я стала интересоваться наработками школы Александра Тимофеевича Агулова. Благо, интернет позволял ознакомиться и с видео, которые щедро выложены на ютубе, с воспоминаниями и отзывами учеников Александра Тимофеевича. И так два года назад я решила приобрести онлайн-курс «Самомассаж живота». Но в это время у меня в семье случилась беда, потому что мой старший сын, тогда ему было 25 лет, занемог. То есть после череды стрессов, стрессовых ситуаций, у него стали болеть внутренние органы, он плохо спал, были головные боли, боли в шее. Мой сын мучился. И я попробовала применить методы самопомощи, которые я освоила благодаря тому, что я получила, смотря и конспектирую уроки онлайн-курса «Самомассаж живота». у меня получил с первого раза. То есть мой сын получил облегчение и улучшение самочувствия после первого раза, как я стала проводить манипуляции у него на животе. И тогда я подумала, что если на таком дилетантском уровне мне удалось с первого раза оказать первую помощь, то тогда мне нужно учиться, чтобы понимать, что я делаю, и чтобы здоровье моей семьи было в моих руках, и возможно в перспективе я смогла бы помогать людям восстанавливать здоровье. Так я спустя месяц оказалась в Академии Агулова на первом уровне обучения. Я хочу сказать, что наверное самым главным и решающим козырем в принятии решения было то, что Академия Агулова дает своим выпускникам после сдачи экзаменов очень серьезный документ, диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, дающего право профессиональной деятельности на территории Российской Федерации. И я понимала, что это очень важный и ключевой элемент, который является пропуском для профессиональной деятельности. Сразу параллельный вопрос. У вас какое образование изначально базовое? У меня два высших образования. По первому образованию я инженер-физик, окончила Московский инженерно-физический институт. И поскольку я 10 лет была руководителем в одной крупной проектной организации в службе управления персоналом, то я в параллель получала в институте управления управленческое образование по специализации менеджмент. Но для меня, как для инженера-физика, уроки в Академии Агулова это были уроки физики, потому что физика — это наука о природе, а человеческий организм — это составляющая нашей природы. И тут я хотела бы, конечно, поблагодарить специалистов и преподавателей Академии Агулова, специалистов Агулов-центра, которые щедро делились с нами знаниями и своим опытом, не стесняясь и тратя свое личное время, оставаясь с нами после занятий, потому что было очень много вопросов. Таким образом удалось освоить технику шейно-воротниковой зоны, работы с вакуумными банками. И очень многое, очень интересное занятие проводится по внутренним средам организма, благодаря чему мне удалось для себя разработать систему расшифровки лабораторных анализов, биохимический состав крови, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, углеводный, минеральный обмен. Это то, что дает картину текущего состояния человека. Сегодняшняя моя беседа, Людмила Николаевна, по сути, является клятвой Гиппократа, клятвой верности тем знанием, которое я получила от Александра Тимофеевича и замечательных специалистов Агулов Центра. Оль, спасибо большое за такие теплые слова. Я просто хочу сказать, что те, кто нас слышит впервые, наверное, удивляются, что из такого, казалось бы, вестерального самомассажа, из онлайн-курса, где человек, может быть, впервые узнает о вестеральной практике, об Александре Тимофеевича Агулове, можно шагнуть так далеко и в течение какого-то времени даже эту часть оздоровительных практик сделать своим делом, делом своей жизни. Мы вас поздравляем и с дипломом, и с успешным сыном, а самое главное со здоровьем. Благодарю вас. Спасибо. Ну, а мы представляем сегодня наш флагманский продукт вестеральный самомассаж. Как вы уже убедились, у нас есть отзывы, мы начнем практиковать, вернее, уже начали практиковать, именно чтобы люди делились своими историями. Кто-то, может быть, захочет более подробно рассказать о своих заболеваниях, кто-то не коснулся конкретики, но таких у нас отзывов очень много в центре. И онлайн-курс вестеральный самомассаж прошли уже более тысячи человек, отзывов очень много, люди решают очень серьезные свои проблемы по здоровью и шаг за шагом возвращают свое здоровье. Это очень ценно и очень важно. Сегодня все, кто к нам присоединился к этому вебинару, получат смс-очку в конце эфира с приглашением на онлайн-курс по специальной цене. Александр Тимофеевич Агулов приглашает на этот онлайн-семинар что важно. Я думаю, что предыдущий рассказ Александра Тимофеевича убедил в том, что знания нужно получать у истока. Мы всегда ищем производителя, мы всегда ищем источник знаний, чтобы получить самые что ни на есть важные и практические рекомендации от учителя. Мы, кто работает в Агулов-центре, считаем, что это действительно является очень важным фактором. И у нас еще один есть наш слушатель, который еще не закончил Академию Агулова, но стремится к этому. Дмитрий, проходите, пожалуйста, сюда. Что нужно сказать? Очень важно, что в нашей Академии обучаются... Оля сказала, что она имеет физическое высшее образование, она физик. Хочу сказать, что технарям очень хорошо даются алгоритмы воздействия на внутренние органы, на живот. Мы говорим о том, что мы можем заниматься массажем, то есть тренировкой внутренних органов. Это важно. И нам всегда очень отрадно, когда на наших семинарах собираются медики со средним образованием, с высшим образованием. Им вообще очень легко эта тема дается, и они открывают порой для себя мир, о котором даже не подозревали, имея высшее образование, имея за плечами большой практический опыт работы. Поэтому мы с удовольствием всегда приглашаем всех, и медиков, и немедиков. То есть то, о чем сказала Оля, она получила диплом, профессиональную переподготовку может пройти любой человек, который имеет какое-то среднее, либо высшее базовое образование, и необязательно медицинское. Наше тело, оно принадлежит нам. Мы обязаны о нем заботиться, и лучше, чем мы свой живот, наверное, никто не поймет. Ну, а в помощь всегда и оздоровители, такие как Александр Тимофеевич, и его коллектив, ну, и то, о чем мы сказали. Начинать нужно с того, чтобы узнать максимально много информации о себе. А это и клинические анализы, это и исследования более глубокие в виде УЗИ, МРТ, КТ, все, что необходимо, а чтобы исключить и не навредить своему здоровью, приступая к самомассажу, к самопомощи. Дим, расскажите свою историю. Я медицинский работник с двумя образованиями среднего уровня. Первое образование у меня лаборант, диагност, в квалификации гистолог. А второе образование медбрат и медбрат по массажу. Массажистом я работаю 12 лет, но поступив к Александру Тимофеевичу, я понял, что в области массажа я знаю очень мало, так как уделял особое внимание спине, что немаловажно, самая распространенная область. Но и тем не менее, когда я начал работать с животом, я понял, что все рефлекторные области, которые есть на спине, они имеют причину, а причина в животе. И если просто элементарно потрогать свой живот, можно почувствовать зоны дискомфорта, можно почувствовать зоны, где колет, болит, ноет. эти зоны, не могу сказать, что есть у каждого человека, но у большинства. Соответственно, если знать, куда надавить и как, и как поработать, можно либо очень долго, либо никогда не посещать врачей. мы знаем, что лучшая медицина это профилактика и лучшая операция, которая не состоялась. Поэтому вы со своим здоровьем работаете? Я со своим здоровьем работаю не каждый день, но в неделю у меня получается около трех, четырех раз. Особенно утром. все мы люди и по утрам иногда бывает открываешь глаза и вот без настроения. Одна рука на живот, вторая сверху по часовой стрелке и вроде уже какое-то настроение появляется. То есть манипулируешь своим настроением. Благодаря тому, что работаешь с животом. Печень, поджелудочная и пошел по всему циклу. Как только цикл пройден, живот нагревается, появляется розовец на щеках и вроде встаешь, уже даже и разминаться не надо. Уже полностью запустил все процессы. Ну, а дальше полный рабочий день в хорошем настроении. Понятно. Есть уже успехи? Вот вы работали уже профессиональным массажистом, включили висеральную практику в свою профессиональную деятельность. Как вы считаете? Как только ко мне приходят пациенты, я сразу спрашиваю, а где болит в животе? После того, как я проведу какой-то опрос, я начинаю трогать живот. После этого перехожу уже к назначению. То есть, либо это шейно-воротниковая область, либо это грудной отдел, поясничный отдел. Оттуда мне уже видно, где сама причина. То есть, не обязательно работать только с мышцами. Можно также работать и с органами. И с органами это намного эффективнее. Здорово. Что вы можете порекомендовать нашим слушателям, зрителям, которые смотрят и, может быть, впервые вообще не понимают вообще, как можно влезть в живот, потому что со всех утюгов кто-то говорит, делайте, а кто-то говорит, не делайте. Это опасно. сперва разберитесь, что вас беспокоит. Это не обязательно принимать каких-то решений. Вы просто сядьте и сами с собой поговорите, где болит, что болит и почему болит. У этого всего есть причина. Нету ничего беспричинного. Просто разберитесь, что необходимо именно для вас. Дима, спасибо большое. Я думаю, что ты дойдешь до конца и диплом будет у тебя красный, потому что у нас очень много медиков получают отличные оценки. Действительно, те базовые знания, которые получают медики со средним и высшим образованием, они дают возможность быстрее и эффективнее применять методику. Спасибо тебе. Благодарю. еще послушаем одну историю, которая, я надеюсь, нас убедит в том, что работать с собой надо. И я хочу сказать, что в нашем центре есть, немножко прямо расскажу, есть и учебная школа, учебное направление, где мы обучаем в оффлайне. Это действительно очень серьезная образовательная программа, которая дает комплекс знаний для того, чтобы человек мог в первую очередь себе помогать. Если это становится профессией, это вообще великолепно. Есть оздоровительный центр, в котором мы начинаем, наверное, первый шаг это диагностика, тестирование в нашем случае. Мы можем посмотреть кровь, гемосканирование, хоть есть критикующие эти методы, но тем не менее мы сами экспериментируем и сами убеждаемся в том, что есть что посмотреть и есть что увидеть. Есть функциональная диагностика по методу фолия. У нас великолепный специалист работает в центре. И могу сказать, что из уже полученного опыта мы понимаем, если первый шаг человек сделал вот эту функциональную диагностику и увидел небольшое отклонение в органе или системе нарушения функций. Там видно это по программе, по результатам исследования. И обратил на это внимание, и вовремя начал заниматься этим органом, никаких проблем в дальнейшем не будет. Но если человек запускает эту проблему, не обращает внимания, ничего не болит, ничего еще не сигнализирует. А мы знаем, например, такой орган, как в принципе долго не болит. Он работает на износ, и тогда начинает о себе давать знать, когда бывает поздно. А уже, как мы поняли из рассказа Александра Тимофеевича, что печень это один из важнейших органов для нашего организма, и ее это лаборатория, это тысячи операций, биохимических процессов, в которых она принимает участие. и если мы этот орган будем поддерживать в хорошем состоянии, то никогда вы не столкнетесь ни с какими серьезными патологиями. Здравствуйте, представляйтесь. Меня зовут Руслана, мне 35 в данный момент, и мой путь в висцеральную практику, терапию открылся еще давно, когда мне, как я сейчас понимаю, еще тогда, мне было 26, это были ужасные боли в пояснице, вплоть до обездвиживания, бывало, что я прям лежала несколько дней и по дому передвигалась только на четвереньках, при этом, что мне было 26 лет, и это еще больше меня удручало, так как вся жизнь впереди, а вот что это такое? А вы поставили в какой-то диагноз? Диагнозы никаких толком не было, я приходила к терапевту, он сказал, что это возраст, можете поплавать, единственное, что могу вам посоветовать, плавание мне еще больше приносило боль, поставили на МРТ протрузии поясничное отдело, ну и все, моя жизнь превратилась в обострение, деклофенак, облегчение, и все, вот это так было, на фоне этого, как я сейчас понимаю, у меня уже появился гастрит, то есть остальные сопутствующие истории, пока я наконец-то после рождения ребенка ухудшилась еще больше после патуральной анестезии, и я обратилась к ученику Александру Тимофеевичу в другом городе, и он просто за пять сеансов меня поставил на ноги, у меня ушел лишний вес на тот момент тоже был, были синяки под глазами, очень сильная отечность, ну и боль в пояснице, и когда он сказал, что это по методу Агулов, я еще тогда не слышала, не знала, что это такое, когда мы заканчивали обучение, терапию, я приехала в Москву, и я говорю, я тоже так хочу, просто я знаю, что можно жить без боли, и почему все так не хотят жить, то есть я желаю этого всем, и пришла на обучение, так как тем более с детства мечтала помогать людям, медицину я, к сожалению, не пошла, но пошла инженером, и мне в это, мое основное образование помогло понимать процессы, которые происходят, и Александр Тимофеевич вообще все объяснила, настолько понятно, как работают процессы, наши системы, и теперь я вот помогаю людям тоже не страдать и быть здоровыми. Ну здорово, то есть вы профессионально при уже... Да, каждый день я по нему просыпаюсь, говорю, господи, спасибо, что у меня теперь есть профессия, в которой я мечтала всю жизнь помогать людям, и я это делаю, и... Есть уже успехи. Есть успехи, я не размещаюсь особо нигде в интернете, но это просто сарафанное радио, и то есть, когда ты сам через это прошел, ты точно знаешь, что это работает, и людям ты это говоришь, и они в это верят, и это самое главное. Ну, вот еще одна история, когда человек... Руслан, вам спасибо большое. Спасибо. Приезжайте к нам, да, у нас все наши слушатели, кто проходит обучение, становятся членами нашей большой дружной семьи, ассоциации специалистов висцеральных практик, и мы с удовольствием приглашаем всех, потому что люди, когда начинают практиковать и работать, у них возникает все больше и больше вопросов, поэтому мы приглашаем всех на стажировку. Чем хороша наша академия, что здесь можно и обучиться, и пройти стажировку, и возле Александра Тимофеевича, посмотреть, как он работает, и возле наших специалистов, и решить вопросы свои и своих пациентов. Здесь никогда вообще отказа нет, поэтому, я думаю, тем школой хороша, что всегда можно приехать сюда и всегда встретить наставника и поговорить с ним о профессиональной деятельности. Ну и наша рубрика «Вопросы-ответы». Были некоторые вопросы с прошлого эфира нашего, открытого, они остались, и уже с этого эфира тоже вот ассистенты мне подготовили, я сейчас буду зачитывать, Александр Тимофеевич будет вам отвечать. Хочу сказать, что когда мы проводим прямые эфиры, очень много вопросов, очень много у нас, и мы рады этому, что огромное количество людей заботится о своем здоровье, присоединяются к нам в прямом эфире, и мы стараемся отвечать, но вопросов так много, что сразу ответить очень сложно, поэтому мы из эфира в эфир немного переносим. И еще такая просьба большая все, кто задает вопросы. Когда есть более-менее конкретика, и она очень лаконична, тогда проще отвечать на этот вопрос. Бывают вопросы, сформулированные таким образом, что, честно говоря, не знаешь, как на них и ответить. Поэтому, когда задаете вопросы, продумываете вы их, и все, что Александр Тимофеевич может вам порекомендовать, он это сделает. А самое главное, он даст направление, в котором нужно копать в отношении проблемы, сложившиеся с вашим здоровьем. Александр Тимофеевич, займемся вопросами. Можно ли с помощью висцеральной практики лечить атеросклероз сосудов нижних конечностей? После операции прошло два года. Консультируете ли вы по этому заболеванию? Консультируете ли вы по этому заболеванию? Я рекомендую найти специалиста, с которым я бы мог поговорить, спрашивая ее, чтобы он посмотрел живот, предположим, подвздошной артерии, ту же пупортовую связку, не передавила ли она там сосуды. Ну и внешне еще там много всего того, что управляет вот этим процессом. И поэтому просто сказать, что да, мы лечим, я так не могу. Улучшить? Однозначно мы улучшим. А вот полностью излечить здесь тоже сложно. Но облегчить настолько, чтобы человек забыл, бывает такая ситуация происходит. Мы вообще говорим, что мы оздоравливаем, что наша цель – это профилактика в первую очередь. Но если есть уже патология, то будет, по крайней мере, выбран вектор направления, который даст возможность это все начать решать. Следующий вопрос. Плохо переваривается пища. Ферменты пью, но плохо помогают. Как помочь? Сегодняшний как раз материал. Это одна из тем, потому что часто спазм луковицы 12-перстной кишки, нет оттока желчи, нет расщепления жиров, нет активации ферментов поджелудочной. Плохо нейтрализуется тоже. Та же соляная кислота, которая идет из желудка, то есть желудочный сок, который в пищевом комке находится, это тоже участвует печень. И вот это все, оно приводит к тому, что никак не решаемая задача. И поэтому здесь комплексный подход. Одновременно здесь должна привести в норму желчную, печень, поджелудочную, луковицу, в конце концов, а уже потом говорить про все остальное. Ну и, конечно, манипуляции, которые никто не отменял и на почках, и на органах малого таза, ну и, естественно, на сосудах. Особенно нижний отдел, там, где имеется в виду, разветвляется аорта, она подвздошная, то вот там часто находится, ну, скажем так, чаще всего забивается эта аорта холестерином, и тогда кровь не поступает по сосуду к нисходящей ветке толстой кишки. Конечно, сколько бы мы ее не поддавливали, мы не решим. То есть это как раз уровень не начальный, а уровень продолжительный. И обычно такую проблему чаще всего решают те, кто комплексно, кто прошли уже подготовку. Ну, конечно, сразу из первого класса в десятый класс, если ты перейдешь или ученик перешел, он там ничего не поймет, так и здесь тоже. Все должно быть пошагово, пошагово решаемое. И вот на каком-то этапе даже вот ваша начальная подготовка, она поможет, но привести в идеальное состояние нужно уже уровень подготовки немножко выше. Но облегчить можно, будем говорить про облегчение. Ну, облегчая одно, другие органы тоже... Конечно, цепочка тоже бежит. Да. Добрый день, Александр Симофеевич. Опущение и выпадение матки возможно ли поднять с помощью вестерального массажа? Да, это как один из вариантов. Обычно хирургическая процедура, но здесь нужно понимать, что вот как раз связочным аппаратом, вообще внутренними органами, да и органы-то же иногда плывут. А плывут почему? Из-за дефицитов микро-макроэлементов. Ну, и в данном случае соединительная ткань отвечает селезенка. А на селезенку никто не обращает внимания. Считается, как это так, как рудимент, как тот же якобы желчный пузырь рудимент. Ну вот, а на самом деле, когда начинается работа с органами, серьезная работа, когда начинается улучшение микроциркуляции и восстановление функций, вот тогда и связочный аппарат он себя по-другому ведет. Ну и, конечно, как ни странно, ну, это уже, конечно, работа заключается в том, что где-то аутогемотерапия, ну, аутогемотерапия это давно забытый старый метод, который можно найти, наверное, в энциклопедиях 56-го года, 48-го года, 60-х годов еще энциклопедии медицинских выпусков. Но оно работает, да. И поэтому, конечно, это все обсуждаемо с пациентом, и он имеет возможность выбрать, а что, какой вариант, вот этот вариант или вот этот. И, в принципе-то, иногда к консенсусу приходим, если, предположим, это не помогло, давайте вот так, а теперь вот так. Ну и, естественно, конечный результат это когда все довольны, и доктор доволен, который решил задачу, и пациент, который получил решение, то есть поставленные перед ним задачи. Но нужно обязательно бороться за это. И я еще раз слова Великого Пирогова, который говорил, что хирургия это позор для медицины. Медицина должна быть терапевтической, а медицина должна быть, хирургия должна быть только экстренной. Поэтому, друзья мои, нужно бороться. и делать массаж. Так, Александр Семенович, скажите, пожалуйста, при пупочной грыже можно ли делать такой массаж? А чаще всего при нем делают. И вот здесь, конечно, здесь атонизация, ну, однозначно, конечно, не скажешь, опять же, насколько далеко она зашла, эта проблема. А чаще всего виноват раздутый живот, вздутие кишок. И, собственно, часто бывает так, что женщина, ну, взять детей, да, у детей часто бывают пупочные грыжи. Так вот, процентов, наверное, на 50 вот эта пупочная грыжа связана с тем, что ребенка постоянно начинает дуть. Когда ребенка начинает прикармливать, или мама кормит ребенка своим молоком, а молоко уже перезрело. То есть, есть такое понятие, как огромный жиробелковый молекула. И она не усваивается, вызывает вздутие у ребенка. И когда у ребенка начинается вот это вздутие живота, вот тогда все ткани начинают плыть. И вот сколько я не смотрел, когда к нам приводят детей с грыжами паховыми, пахово-бедренными, грыжи белой линии, у них у всех раздутые животы. Вот прям поголовно. И иногда бывает, как только мы подработали печень желчную, поджелудочную, как только и кишечник перестает быть раздутым, то грыжа сами по себе начинает уходить. Там иногда до смешного. Взял, продавил область пупа, помял, а там пупочное кольцо расширенное, оно плотное, твердое, напряженное. Размяли его, напряжение ушло, и грыжа исчезла. Говорят, чудо. А никакого чуда нет. Это физиология. И родителям объясняют, что поменьше кормите ребенком батонами, плюшками, хлебом. Хлеб дует, а иногда и молочные продукты. То есть нужно смотреть за ребенком, что его пища или не его. Вот мне в этом плане нравятся американцы. То есть у них есть тест такой. Они берут пульс-оксиметр, одевают на пальчик и определили, какая пульсовая, пульс какой у человека. Ну, предположим, там 60 ударов в минуту. Дают ему какой-то продукт, который, предполагают, вызывает вздутие. И после этого снова меряют, через 15 минут человек скушал этот продукт, через 15 минут меряют пульс. И если пульс пошел вверх, не 60, а уже 65, это продукт не его. Это не его, потому что обычно пульс поднимается тогда, когда начинается воспалительный процесс там. То есть организм не принимает. Да, это американцы к этому. Ну, то есть это, в принципе, может делать каждый человек. Если ему интересно, как тот или иной продукт подходит или нет. И такая же ситуация, вот мы сейчас поддалили живот и температура немножко подпрыгнула вверх. То есть и как раз здесь у Кати верхняя часть живота, ну, застоль в печени, в левой доле печени. И вот эти токсины, часть мы столкнули и оно дало небольшой скачок. И обычно, если минут через 10, через 15 перемерить, то уже она приходит на 33. Ну, это же нормально. Это нормальная реакция, да, это нормальная. Это реакция на тот пищевой комок, который там уже перестоял у нее. И вот организм его принял, но реакция вот такого порядка. Часто очень повторяются вопросы из эфира в эфир. Может быть, наши зрители скажут, что мы это уже слышали, но есть наверняка те, потому что у нас сегодня много зрителей подключились к нашему вебинару. Если нет желчного пузыря, можно ли сделать такой массаж? А почему? Даже наоборот нужно. Потому что нужно, чтобы желчный пузырь скомпенсировался. То есть отсутствие его должно быть скомпенсировано. Ведь у нас, если почку удалили, то другая почка берет на себя работу этой почки. И идет такая небольшая, но она компенсация. Также, если желчный пузырь удалили, то печень компенсирует его отсутствие. И нужно, чтобы организм быстрее научился делать эту компенсацию. и тогда нормальное пищеварение, и тогда вероятность дожить до глубокой старости, она достаточно высока. Но если не делать этой компенсации, то рассыпаются суставы, то есть начинается ненормальное пищеварение, начинает болеть голова, начинает выпадать зубы, и в общем вот весь этот поток ненормального, он начинает всплывать. Сбой в системах, да. А вот смотрите, какой интересный вопрос. Гемангиомы на позвоночнике в пояснично-крестцовом отделе и в грудном. И жировой гепатоз печени при весе 60 килограмм. Наверное, это неправильное представление, что жировой гепатоз только у полных людей. Нет, конечно. Там ведь какая ситуация, опять же, это женщина или мужчина? Не знаю. Там одна маленькая особенность. Особенность опять же заключается в том, что луковица 12-перстной кишки не позволяет сбрасываться в желчи. И вот эта желчь, застоявшаяся, она становится причиной нет, даже не гепатоза. Она причиной того, что организм начинает закрывать клетки гепатоциты жировой тканью для того, чтобы желчи больше не производить, потому что ее и так много. А когда мы открываем и протоки начинает истекать желчь, то вот теперь нехватка. И вот тогда организм вспоминает. И тогда жировой гепатоз, если помогать печенке, то жировой гепатоз начинает уходить, как ни странно. И мы это наблюдаем. Конечно, здесь уже используются не одни манипуляции. Здесь уже герудотерапия. В некоторых ситуациях там баночная, нужна где-то гематомка или там какие-то пищевые добавки. потому что или камни формируются, значит, нужно что-то такое добавить, чтобы усилить обмен в печени. Ну вот, и здесь уже типа теурин или там лицетин, таурин, извиняюсь. Так, следующий вопрос. не очень понимаю, но, наверное, достойт. Остеохондроз и межпозвоночные грыжи, вздутие живота и гастрит. Вот такой набор. Вот это все одна и та же тема. Я бы упоминал, что все органы имеют представительство на мышечных тканях. И, собственно, поэтому-то и разрабатывались вот эти представительные зоны, где мы рисовали человека с напряженными тканями. У кого-то на коже представительство, у кого-то на связках, у кого-то на надкоснице, у кого-то на мышцах. Так вот, эти скелетные мышцы напрягаясь, вызывают сдавление и формирование разных протрузий и грыж. Но здесь нужно понимать, что первое нервное волокно, которое идет вдоль позвоночника, оно все-таки двигательное. И поэтому истинные грыжи это когда выпадение рефлекса. Нога шлепает, а ничего не болит. Вот это опасно. А когда болит, нога не шлепает, это наше. Это пациент наш, у которого проблемы в животе. И поэтому, решая проблемы в животе, уходит чаще всего напряжение там, и спина становится легкой и свободной. Следующий вопрос. После перелома голеностопа три месяца в пластиковом гипсе начался посттравматический артроз. Есть какие-то рекомендации по лечению? Конечно. Во-первых, опять же, это восстановление микроциркуляции, это опять же, где-то пиявки. Опять же, нужно смотреть, можно ставить или нужно подождать. И, конечно, сосуды, которые переключились. Там часто бывает так, что между артериями и венами тоже включаются сосуды, сбрасывая кровь. Так вот, нужно исследовать это явление, проработать эту часть ноги, всю мышечную группу, для того, чтобы понять, где это происходит. Ну, и часто во время процедуры все это дело закрываются эти ненужные анастомозы или коллатерали, и кровь поступает туда, а в некоторых ситуациях и пиявки поставлены, улучшают микроциркуляцию, подвижность крови, ну, и быстрое сращивание идет. Сейчас литературы очень много по герудотерапии, но герудотерапия я бы вам рекомендовал, после того, как вы освоите висцеральную практику, тогда эффект ее на порядок выше. Правильно, тут нужно самостоятельно в общем-то себе тоже помогать. Киста правого яичника 7 сантиметров поможет ли висцеральный массаж? Она жидкостная или какая? Не написано. Вот тоже вопрос. Конечно, если подготовить правильно живот, то часто жидкостная киста истекает в область матки. Если же делать неправильные процедуры, то есть можно навредить, то есть киста может лопнуть и истечь брюшину, что, естественно, может привести к скорой помощи. Поэтому здесь нужен специалист, который знает. Консультация специалиста, который владеет этой технологией и который может решить эту задачу. обожаемые зрители. Внимательно слушайте. Ответы очень здесь важные. Следующий вопрос. Второй раз папиллома гортани. Опять операция. Да, вирус папилломатоза это достаточно, конечно, сложная проблема, но часто решаемая. Тут просто нужно набраться терпения. Иногда тестируют, а что поможет. К сожалению, конечно, в нашем мире, который нас окружает, очень много разных вариантов грибов. И я считаю, что папиллома и полип это грибы, потому что имеют систему корневую, спорами размножаются, то есть все, что присуще грибам. И поэтому, конечно, в некоторых случаях помогает чистотел, в некоторых случаях помогает полынь, в некоторых случаях. И вот этих случаев предостаточно. То есть нужно выбрать какой. И природа так создала, что если есть яд и есть противоядие. Просто нужно искать. И у меня был один случай, когда папиллома гортани ушла, по крайней мере у ребенка 14-летнего, когда его уже предложили идти на кошерку. И, в общем-то, хотя мы сделали биопсию и отослали исследования, то есть мы соскоп сделали с этой папилломы, которая была в ротовой полости. Ну вот, и там атипию клеток нашли. Ну, я порекомендовал родителям, давайте так, сколько это времени развивается? Уже оказывается полгода мальчишка 14-летний ходит вот с этой папилломой во рту. я говорю, дайте нам 10 дней. И вот за 10 дней. И я с ним договорился, а мальчишка такой развитый, тем более он борец. Я говорю, слушай, я тоже борец. И он генофонд нашей страны, и как такой генофонд на кошерку отправлять? Я говорю, давай сделаем так, ты утром полощешь рот перекисью трехпроцентной, затем керосином, затем снова перекисью, три раза в день. и буквально на третий или на четвертый день она у него сморщилась, и она оторвалась сама, и он ее выплюнул. А потом я отца встречал на заправке, я отцу говорю, знаешь, спасибо, спасибо, у сына вот это все прошло, все кончилось, не надо никуда ехать. Я говорю, ну вообще-то вирус остался, или папилломы, просто так они не уходят. Ну, говорит, если она появится, я к вам снова зайду. Ну, по крайней мере, мы уже переехали, уже сколько времени. Не появился. Да, то есть еще не появился. Ну, я думаю, что все хорошо. Все хорошо. Болит левое плечо? С чем может быть связано? Левое плечо может быть связано как с травмой самого плеча, также может быть связано с шейным отделом и с селезенкой. И вот особенность селезенки, если селезенка увеличивается, то капсула, когда растягивается, то часто у пациента болит кость внутри. И обезболивающие помогают на пару часов, а дальше все начинает по-новому. Поэтому здесь нужно обратить внимание и на селезенку, шейный отдел, о чем мы еще дальше будем с вами говорить, ну и, естественно, решение, как решить эту задачу. У дочери онкология после операции имплант грудной, одной на груди сейчас на гормонах есть 43 года. Можно ли помочь улучшить состояние? Вы знаете, конечно, улучшить можно, но надо с ней разговаривать, по крайней мере, много разных вариантов беседы. Это по Хаммеру. был такой доктор Хаммер, профессор двух университетов, который сам переболел онкологией, вылечился, и он свою теорию построил, что просто так онкология не появляется, она появляется тогда, когда есть причина. И вот в поисках причины. И одновременно, конечно, нужно ее убедить, изменить в себе. А изменить это пристратить к пищевым продуктам, что-то поменять, от чего-то отказаться. Ну вот. А потом уже и говорить про то, что и живот, с животом тоже надо поработать, потому что в животе обычно у таких пациентов тоже проблемы. То есть иммунная система у нас складывается и не только из биота, о котором я говорил, но и от состояния тонкого кишечника. Ведь лимфоидная ткань, которая покрывает тонкий кишечник, она является тем местом, где зарождается борьба, где иммунитет зарождается. То есть в любом случае такой пациентке нужно работать. Конечно. Чтобы иммунная система... Ведь у нас у всех наш иммунитет работает, он держит нас от онкологии. Как только иммунная система начинает падать, вот вам и онкопроцессы появляются. Поэтому условие первое создать такой иммунитет, который бы... защищал нас, да. Ведь акулу невозможно заразить онкологией, настолько иммунная система у нее работает. И поэтому и мы должны с вами говорить о том, что нужно учить человека, или человек должен начать разбираться, читать, интересоваться, а что помогло одному, что помогло другому, и нет ли где система. И везде искать систему. при этом заболевании важно не получить рецидив. Конечно. Следующий вопрос. Потеют очень руки, летом сильно потеют ступни ног. В чем причина? Если слабость почек, то такой самый простейший тест, который мы всегда использовали, это вареная свекла не должна окрашивать мочу. Если моча окрашивается вареной свеклой, даже если винегрет, или там борщ покушали, то это говорит о том, что с почками надо заниматься. А человек говорит, а у меня анализы хорошие. Знаешь, вот этого не должно быть. И когда у человека моча перестает окрашиваться вареной свеклой, руки у него сохнут, подсыхают, ноги не текут, пахи не текут, подмышками не течет, тело не влажное, он меньше простужается. Это вот признак один. И таких признаков вообще можно насобирать много. Следующий вопрос. Несколько месяцев болит левое запястье, иногда даже током бьет, без всякой причины. Это говорит о слабости кишечника тонкого. То есть и часто бывают суставные грыжи. Наверное, наблюдали гигромы на левой руке, то есть в основании, шишка вылезла. Вроде как гигромы, гигромы ее даже оперируют, но ведь она произошла не просто так. И у нас были отдельные случаи, когда после манипуляции на животе, а человек пришел и решил, в общем-то, отдал свою карточку, чтобы ее там провели, а у него привычка такая, он все время свою гигромы трогал. У каждого есть свои слабости, а этот гигромы гладил. И вдруг она прикоснулась к руке, а гигромы нет. И она побежала к Галине Владимировне, которая работала у нас тогда, и говорит, Галина Владимировна, а куда гигромы делось? Я говорю, слушай, а она ко мне прибежала, говорит, Александр Тимофеевич, в моей пациентке гигромы исчезло. Я говорю, нормальное явление, потому что тонкий кишечник пришел в норму, ну и ответная реакция, плотность тканей поменялась, ну и ей повезло, что гигромы не успела затвердеть. Поэтому больше недели тянет ногу и немного чувствую поясничный отдел. Подскажите, я против таблеток, но ночью спать не могу, что делать? Здесь как раз нужно смотреть, есть такая пояснично-подвздорственная мышца, она определяется только тогда, когда нога приподнятая, то есть ложитесь на спину, приподняли и дальше смотрите в животе. И если вы откроете учебник по анатомии, посмотрите, как проходит так называемый или абсоус, или пояснично-подвздошные мышцы. И если эта мышца при поднятой ноге болезненная, напряженно-болезненная, то нужно ее расслабить. А вот как расслабить, здесь уже нужен специалист. и как только она расслабляется, так сразу спина становится легкой. Без одной и почки лучше себя ведут. Следующий вопрос. Женщине 45 лет, храпит сильно, смещение шейных позвонков, был болевой приступ, скорая обезболила, сказала, что смещение шейных позвонков. Что вы думаете по этому поводу? про храп. Про храп, если взять храп, то часто храпит тот человек, у которого печень проблемная. То есть шейные позвонки. Да, шейные позвонки. И по молодости, когда я только-только со своей супругой мы поженились, ну вот, и были случаи где-то отдельно в кафе зашли и с друзьями выпили немножко, и я всегда храпел. Но это было когда? Я тогда был несознательный. Понятно. Ну и вот. И что же? Жена слышит, захрапел. Значит, где был вчера? Ну, приходилось оправдываться. И до сих пор один из признаков, и самое-то интересное, когда начинает работать с пациентом, то первое, что с ним происходит, если печень входит в свою, так сказать, область и приходит в норму, то человек перестает храпеть. и, естественно, можно потрогать корень языка вот отсюда. Если здесь боль с этой стороны и с этой стороны, то это говорит о том, что корень языка в отеке. И тогда мы готовы храп. А смещение шеи по грунту может играть? А смещение, ну, если рассуждать, то почему не может? Но, опять же, напряжение на шее, мышц, оно идет от внутренних органов. И в первую очередь, конечно, это почечное напряжение. Функция почек, я не говорю, что почка заболевшая, если она сниженная функция, уже возникло напряжение. И вот это напряжение, оно способствует тому, что ущемляются нервы, и вот вам проблема щитовидной железы, вот вам проблема зубов, вот вам проблема зрения, обоняния, слуха, вот лобные области, а то есть столько здесь всего, зоны памяти, это все начинает, попадает в непонятку. А иногда просто тупо, когда отрабатывается шея, то есть шея добивается так, чтобы вот шея была, вот как палец, сильно давишь, а она же не болит. Или обычно я показываю, вот смотри, моя шея, вот посмотри, сравни ее со своей, почему у тебя не такая. И тогда и очки не надо, тогда и зубы, тогда и обоняние, и щитовидка. И в конце концов, и руки-то по-другому. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вылечить кисту поджелудочной железы? 2 на 5 на 10 такая. И опять какая она киста? Ну вот опять гигантка, хвостовая часть. Диагноз холецистопанкреатит поставили. Диагноз, он мало о чем говорит. А вот что нужно, для этого опять нужно рассматриваться луковица, 12-перстной кишки, потому что, если там отек создался на луковице, этот отек может появиться и в области поджелудочной, потому что кровоснабжение, все идет туда. И если передавило вены, оттока нет, и вот вены разбухшие, и вот вам отек. И сколько были отдельные случаи, когда удар в область поджелудочной железы, там возникал отек, и человек к нам приходил, чуть не там страшный диагноз поставленный, мы сняли этот отек, все, движение крови восстановилось, и оказывается, это не онкопроцесс, оставился онкопроцесс. Ну, то есть, нужна консультация по этому вопросу. Поэтому здесь однозначно не скажешь. Можно потрогать, а потом, может быть, даже померить. В некоторых ситуациях мы, у нас есть программа, позволяющая в цифрах определить отклонение от нормы. Понятно. Ну, вот я надеюсь, человек, который задал этот вопрос, услышит вас, что нужно с анализами, в принципе, природа кисты и так далее, приехать на консультацию. Следующий вопрос. Раздробили камень 7 мм в мочеточнике под общим наркозом полтора часа. Выписали 10 дней стационара с температурой и болями, которые сохраняются уже месяц. Врачи пугают, что срастется мочеточник. Что делать? Опять нужно смотреть живот. Нужно смотреть живот. Вообще, ну, конечно, я не хочу там выставлять, что мы вот такие, но сколько раз, когда ведь к нам приезжают пациенты, которые уже нас когда-то пролечились, если камень или что-то пошло, то он, в первую очередь, не на скорую обращается к нам по старой памяти. И были отдельные случаи, когда камень вошел, и мы его, он в 10 часов утра к нам приехал, не прилетел, а привезли его. А уже в 11 вечера, 31 декабря, этот камень бухнулся в мочевой пузырь. То есть мы его провели. То есть если камень вошел в мочеточник, он должен обязательно пройти. Но, понимаете, если мы возьмем урологию, то они же не знают того, что мочеточник – это мышца. Почему они не знают этого? Они не знают. И если камень идет, он поцарапал, тут же мышца схватила его. А чтобы этого не было, нужно расслабить мочеточник. И вот начинается расслабление. Потом, после того, как сняли остроту, все, человек почувствовал себя нормально, он пятками ударился. А перед этим он должен попить мочегонную какая-то жидкость. Ну, пусть это будут какие-то препараты или даже в домашних условиях, если там что-то происходит, то даже горячее пиво. Я хоть пиво тоже не люблю, но в этом случае попей. Но самое интересное, что человек вот с этого момента перестает вообще пиво пить, потому что оно ему становится противным. И вот он ударился, и камень чуть-чуть сместился вниз. А на ноге есть зона, вот эта зона, которая идет посредине голени, это представительство мочеточника. И там болевые точки. И вот первую болевую точку пометили, это там, где застрял мочеточник. Это представительный участок этого мочеточника, который в животе. дальше после того, как расслабили, он попил, вода подпор сделала, удар пятками. И если камень опустился, то эта точка сместилась ниже. И вот так вот очень интересно смотреть, как она движется и приходит к месту прикрепления этой мышцы к ахиловому сухожилию. А дальше обычно уже проваливается мочевой пузырь. У женщин-то полегче, чем у мужчин. Ну вот я говорю, 31 декабря однажды был такой случай, когда мы Новый год встречали с нашей пациенткой. То есть я с супругой, и она с сыном. И встретили нормально. Зато успехом. Да. Это было, наверное, самое приятное. Но с другой стороны, мы, конечно, не попали к друзьям, которые нас приглашали. Но что делаешь? Работа такая. Зато спасли человека. Ну, это волшебство, которое в руках Александра Тимофеевича кажется простым. На самом деле, это достаточно сложная манипуляция. Не все с этим справятся, но такой опыт есть. Это говорит о том, что любую патологию надо попытаться решать. Следующий вопрос. Можно ли делать висцеральный массаж после резекции желудка и кишечника по поводу онкологии? Ну, вообще, вот этот вопрос очень сложный. Потому что берешь на себя ответственность. Но мы обычно с пациентом обсуждаем. А давай вот попробуем. Вот я слегка поработаю. Если будет хуже, я больше не подойду. Давай. Пробуем. И если человеку становится легче, то почему? Вот у нас была пациентка, причем две таких даже. Вот последняя пациентка, она была здесь, а предыдущая пациентка была еще, когда мы работали на Войковской. И у нее рак желудка и он проявлялся. Здесь ничего не болело в животе, а болела рука. Так болело, что женщина день и ночь просто криком кричала. Но когда я продавил желудок, напряжение спало, очевидно, рефлекторная связь, и рука перестала болеть. Она была счастлива. И вот сын ее привозил там два или три раза к нам, а потом я его просто обучил, что делать. И женщина практически-то она умерла спокойно. Она не кричала, не плакала, просто уснула, а утром не проснулась. И они приехали, поблагодарил нас даже, в принципе, он мне даже бутылку вина подарил. Я говорю, я не пью и вообще нет, нет, нет. Это спасибо, это вот то, что вы помогли маме вот так спокойно уйти. В такой ситуации, да, это очень важно. Поэтому здесь вот нужно или не нужно, конечно, нужно понимать, что да, это личный выбор и родственников, если родственники согласны. Но мы опять же говорим, что мы занимаемся профилактикой, у нас оздоровительное направление, и вопросов много, потому что очень много таких заболеваний сейчас, онкологии, и к нам обращаются, но это специфика специальных учреждений. Мы в нашем центре можем улучшить качество жизни, облегчить ситуацию, вот как уже рассказал Александр Тимофеевич. Следующий вопрос. Молодой человек, 25 лет, слабый орган почки, раздраженный кишечник. Вопрос непонятен, но увы. Да, конечно, он все внимательно на почки, потому что почки его больше интересует, он их чувствует, а он не чувствует ни печени, ни печени, ни желчного пузыря, ни поджелудочной, то есть вот та среда, в которой находятся эти органы, они пока молчат. А внешнее проявление вздутия живота, полипозы, дивертикулезы, а потом там еще одна хитрость, когда рассматриваешь кишку, вот это, казалось бы, вот такая кишка, широкая, толстая, а когда смотришь в животе, а она вот как палец. А что это? Почему она такая, как палец? Дело в том, что вот здесь вот кишка забилась каловыми массами. И вот приходится иногда работая, разминаешь и смотришь на выходе, когда человек пошел в туалет, из него там что-то выпадает такое, что чуть не звякает в унитаз. Ну, вот мы такие, что же, природа вот так создала нас. И поэтому, когда мы видим такую вот сигмовидную кишку толщиной в один палец, то мы понимаем, что там забилось, есть с чем работать. И естественно, человека нужно убедить, что изменить нужно чуть-чуть рацион питания или постараться кушать по-другому. Следующий вопрос. Перекручен желчный, нет нормального тока. Можно ли решить эту задачу? Да вообще... И что такое перекручен? Перекручен. Дело в том, что у нас желчный кузырь... Он своеобразный, это мышечный мешок. И он, когда сокращается, он немножко поворачивается. И вот этот вот поворот перекрут, он часто повернулся. И в то же время, вот если взять детей, то выскочила собака, напугала ребенка. Желчный пузырь повернулся, а в это время еще и луковица замкнулась. И оттока желчи нет. И вот тогда желчный пузырь застреет вот в этой позиции. Ну вот. А никто же ребенку не смотрит. Ну вроде испугался, испугался. А если взять ребеночка, поддавить эту область, то желчный пузырь развернется. То есть поможем выдавить эту застоявшуюся желчь, и тогда вегетативная система сама запустит, и она начнет работать. Ну а если таким образом не подключается, то часто пиявки помогают. Пиявки тоже в этом деле могут помочь. Вот сейчас с родителем, которые смотрят, надо обращать внимание, если ваш ребенок испугался, например. Если произошел, надо проверить живот. и не ждать, пока у ребенка там заболит. Пока у ребенка, конечно, и родители еще иногда как убеждать, что детей булками не надо кормить. Вы вырастите больного ребенка. Дали, вот продавили животик, не болит ничего, а теперь дали ему пирожок. Ребенок съедает этот пирожок, а через пару часов, ну через три часа, вы начинаете трогать животик его, а с левой стороны узел такой плотный, болючий. И вот родителям показываешь, смотри, что вот от этот пирожок вот дал вот здесь такое напряжение. И что же, если его кормить постоянно этими пирогами, то что будет, произойдет с кишками. Ну вот, и сейчас, на сегодняшний момент, население наше страдает от избытка сахара. Естественно, зайдешь в кафе, подливки сладкие, а тут везде кашу тут заказал тшеную, мне принесли ее со сладкими добавками. Как? Зачем? Мне это не надо совершенно. Ну, в нашем кафе уже знают, что... Нет, ну, в наше кафе, а в других-то я просто ориентируюсь, население кушает больших количеств сахара. Я тоже попыталась найти горчицу без сахара, я ее не нашла. Поэтому везде вкусовые качества, и вот, к сожалению, скрытые углеводы, это прямо проблема века. Так, следующий вопрос. Спать тяжело, ощущение, что передавливает что-то шею, ложусь на что-нибудь головой, боль и неприятные ощущения, боль в голове, не имеют уши, глаза. Это уже действительно задавление шеи на ее достаточно сильное. Да, нужно смотреть не просто одну шею, но и живот. Это все идет с живота. Следующий вопрос. Боли при надавливании около нижней левой части пупка. Что делать? Нижняя левая часть пупка. Там как раз идет клапан гелиоцикальный, который отделяет толстую кишку от тонкой, вернее, тонкой кишку от толстой. Этот клапан, он как раз не позволяет, скажем так, бактериям, бактериальным фону, который находится в толстой кишке, попасть в тонкий. То есть, это улица с доносороним движением. И часто этот клапан начинает страдать, несмыкаемость его. Ну вот. И оно сопровождается напряжением и болью. А в некоторых случаях начинается отрыжка. То есть, это рядышком проходит еще блуждающий нерв. И этот блуждающий нерв ущемляется этими напряженными тканями. И вот тогда возникает проблема. Ну, с этим тоже можно работать? Весцеральный массаж помощь, правильно? Здесь как раз и циралка для них помогает. Следующий вопрос. Опущение печени, почек, желудка периодически жжет спереди у подвздошной кости. Бывает внутреннее жжение сзади левого бока и правый бок. Здесь не опущение печени, а здесь увеличение печени. Скорее всего, как раз опухшая, отекшая печень в связи с тем, что в луковице двенадцать пешеных. Ну да, много бывает. Так что были отдельные случаи, когда печень ложилась до пупа. Но это, опять же, не опущение, а увеличение. И вот это увеличение решается так же. То есть, эти манипуляции на животе, это манипуляция расслабления луковицы. Дальше, да. Висцеральная практика нужна. И, конечно, здесь бы уже нужен специалист более высокого класса, чем начинающий. Следующий вопрос. По утрам очень больно ногам в районе щиколотки. Ходить больно, в чем может быть причина? Лодыжка, опять же, где... Щиколотка. Щиколотка, лодыжка с внутренней стороны. Вообще, вот все эти суставные поверхности, они все-таки имеют отношение и к нашим кишкам. То есть, это нижние отделы кишечника. Только с правой стороны восходящие ветры, а с левой стороны нисходящие. Ну, и часто бывает, когда кишечник приходит в норму, вот эти боли, они начинают уходить или исчезают. Конечно, здесь нужно, может быть, нужно смотреть и другие суставы, потому что не бывает так, чтобы одни, только те суставы болели. Здесь нужно смотреть и нет ли тут еще каких-то неспецифических артритов и на мелкие суставы глянуть, посмотреть. Да, здесь нужно провести обследование, а потом уже говорить о чем-то. Потому что просто так. Так, ну вот вопрос диабета первого типа у ребенка. Может ли пройти, помочь вестеральная практика? А сколько времени диабета? Да, сколько ребенку, сколько времени. в конце концов я вас посылаю к патенту Грачев Владимир Иванович способ лечения сахарного диабета первого и второго типа с помощью синей лампы. А в интернете есть информация? Да. Поэтому можно пробовать. Попробуйте, да. Ну и манипуляции вестеральные будут не лишними, наверное. одно другому не помешает. как раз на манипуляциях процесс идет еще быстрее. Ускоряется. Так. Но первый тип это уже более сложная ситуация. Но если учесть, что синий цвет он позволяет запустить в работу митохондрии и вот как раз на этом фоне и сахарный диабет тоже начинает отодвигаться. То есть тем более ребенок. Да, тем более ребенок. Если это недавно, то можно попытаться привести это в соответствие. Так. При эндометриозе что-то можете посоветовать? С печенью надо работать. Я так понимаю, потому что в традиционной китайской медицине это признак застоя печени. Эндометриоз. Нет, ну правильно. Потому что печень от слова печка. И вот холодные ноги, у кого мерзнут ноги, это один из признаков того, что с печенью не все в порядке. И поэтому как только печень разогревается, как только она приходит в нормальное состояние, тепло приходит в нижние конечности, и это тепло поднимается в область таза, и тогда болезни холода они начинают уходить. А вот эндометриоз, миоматоз, это болезни холода. А у мужиков аденомы простаты это тоже болезни холода, это печень. Можно так сказать, что вот единая проблема. очень больно наступать на правую пятку. В чем может быть причина? Это может быть как шпоры пяточные, но и в то же время, да, это опять же нужно смотреть костный обмен. Все связано с костями, а часто и с почками. Да и пуриновый обмен, нарушение пуриного обмена, это тоже шпоры, и в то же время костная система. А еще нужно, еще если мы откроем физиологию, то в физиологии описано, что если нарушается расщепление жиров желчью, то развивается и остеопороз. Но и опять же особенность, если у женщины удалили матку, то в ответ на удаление начинается тоже остеопороз. Это нужно просто зайти в интернет и полистать информацию. Потому что часто удаляют, а, миома, давай удалим, ты же все равно. А то, что там начинается проблема со здоровьем, потому что это гормональный орган, который участвует в регулировании обмена кальция. И вот тогда, ну и конечно здесь может быть не одна точка сприкосновения, та же левая почка, она тоже кальциевый обмен регулирует. И получается, что печень, почка, а результат конечный. на ногах, на костях. Понятно. Здесь такой вопрос, где надавливать при бляшках в сонных артериях? При бляшках в сонных артериях это надо только показать. потому что я боюсь за повторителей. Это надо к специалисту все-таки. Постоянно жжет правую лопатку, сильно потею, мучает артрит правого голеностопа, сильное газообразование. И, конечно, здесь нужно вы как раз опять же описали или описываете то, что связано непосредственно с системой пищеварения. Это опять желчь, которая вызывает вздутие, желчь, которая вызывает остановка кишечника. опять мы начинаем с самого начала. То есть это уже то, о чем мы говорили. Повторение материала. Здесь в отношении нашего висцерального самомассажа надо сказать здесь вопрос такой. Обязательно руками продавливать живот? Смотрел ролики, где парень предложил продавливать смартфоном. Как лучше делать? Ваше мнение? когда у вас уже живот отработанное, как профилактика, но руку ничем не заменишь. Я считаю, что лучше не до, чем перья. Поэтому действительно и мы-то сталкиваемся с чем? Что народ насмотрелся фильмов разных, кто вроде и нас смотрел, а кто-то смотрел других, где там рекомендуют чуть не толкушкой, толкушкой разминать. Но к чему приводит? К тому, что либо аневризма выскочила, либо и что-то другое. И естественно понимаете, это еще в 1900 году, в 1901 году у нас была книжка Заблудовского, и вот он там пишет в своей работе, а там описан тоже массаж живота, он примитивно описан, Санкт-Петербург выпустил. Ну и вот, и там в этом примитизме он пишет, что часть граждан Санкт-Петербурга начали скупать шары чугунные и катать на животе. и в результате люди поступают с разрывами кишечника. То есть и так и здесь тоже. Когда начинается употребление предметов, то часто бывает так, что у человека, если он принимает какие-то препараты по обезболиванию, создается иллюзия, что там ничего не болит. И он сильнее жмет, и это приводит к травматизации. Я хочу сказать, что вот на модели вы показали, да, мы попросили модель попробовать самостоятельно сделать, то есть человеку для чего дается вообще возможность эту методику применить на себе. Ощущать, понимать ткани внутри живота, ткани органов напряженные, не напряженные. Плотная ткань, еще с тому же болючая. А в некоторых случаях там пульсация очень сильная крови. А почему пульсация? Да потому что передавлен сосуд, просвет сузился, и тогда естественно пульсовая волна идет. Попробуйте через толкушку почувствовать. Мы говорим о том, что это руки, руки в первую очередь, своими руками свое здоровье. Поэтому это потом уже, наверное, когда опыта побольше. Конечно, когда вы уже научитесь убирать это напряжение, телефоном. Можно даже в СВО ребята приезжали с СВО оттуда, благодарили Тимофеевич, вот ваша система там хорошо работает. А там чуть не автоматом, или там ручкой, штык-ножа, рукояткой. стресс. Потому что стресс, и вот этот стресс вызвал замыкание. И, естественно, печень тяжелая, нет пищеварения, либо запоры, либо расстройства живота, спазм сплошной. И вот тогда солдат вынужден помогать себе. И взяли вот эту тему и там и поэтому сейчас вот у них инструкции. Мы договорились, что инструктора напишут инструкцию, а я ее подкорректирую. То есть, как они видят. Потому что уже есть опыт боевых действий. И поэтому, хотя мы готовили, но тогда готовили как бы мирную жизнь, да, мирную жизнь, а это редкие исключения. тут уже, да, глободневно. Нас смотрят уже люди и уже практикуют. Почему мы говорим, что показания противопоказания и какие-то, может быть, предостережения нужно сразу прямо в прямом эфире. На протяжении всего эфира пытаясь продавить луковицу, боль не проходит. Сколько времени можно продавливать? Нужно ли делать перерывы? Благодарю за ответ. Дело в том, что здесь подавили минутку, не уходит боль. Сместились с другой позиции, сместились с третьей, потому что там, где вы могли передавить и сосуд. А сместились, тогда кровь сбросилась, застоявшаяся. Боль ушла, ага, давление в сосудах поменялось. И таким вот образом то отсюда, то отсюда, и боль потихоньку-потихоньку начинает уходить. То есть, это есть такая фишка, есть такой способ подхода. Прием, да? Прием, да. Для этого и существует, и не было бы этого. Онлайн-курса, если бы все было так легко и просто. Иногда в прямых эфирах тоже говорят, покажите как, но в прямом эфире сразу показать и обучить сложно. А вот в процессе онлайн-обучения мне сегодня вот Оля, которая давала нас отзыв свой, нам тут рассказывала, да, она сказала, что онлайн-курс, он очень грамотно построен в плане разбора поэтапного, что вот не весь вал знаний сразу, а именно поэтапный. И люди достаточно долгое время пользуются этим онлайн-курсом и могут в конечном итоге выработать свой алгоритм воздействия для себя, да. Вот, именно постепенно, один раз, вот даже вот сейчас подтверждение, да, человек говорит, пытаюсь, а не получается, потому что есть определенные знания, которые надо все-таки получить. Следующий вопрос тоже очень важный. После первого висцерального массажа началась рвота. В чем причина? В центре живота над пупком во время массажа было больно. А там поджелудочная железа? Это рвота часто бывает из-за того, что передавили, перестимулировали луковицы 12-першной кишки. И организм, а там застоявшаяся железь, концентрированная, естественно, она начинает сбрасываться. И вот этот сброс... Вот, единственное, они сказали, висцеральный массаж это онлайн-курс или это просто самостоятельно, как-то человек делает. Если вы приобрели онлайн-курс, вам специально, вы напишите, зададите любой вопрос, вам всегда ответят. Если у вас есть какая-то проблема с применением метода, здесь будьте внимательны, в общем-то, консультацию можно получить, и бывает, что в этом есть необходимость. Так, следующий вопрос. Такой массаж поможет с синдромом раздраженного кишечника, диарейного типа? Вообще-то, да, часто бывает так, что спазм произошел с желчьводящих путей в открытом состоянии, и желчь постоянно истекает. И вот это постоянное истечение желчи, оно приводит к тому, что человек постоянно бегает в туалет, и даже идет раздражение ампулы прямой кишки, ну, и попа начинает гореть тогда, потому что концентрированная желчь течет. И вот задача-то снять этот спазм, и что нужно, чтобы вегетативная система начала сама управлять этим процессом открывания и закрывания. Следующий вопрос. Можно ли делать массаж, если в печени маленькая киста уже лет 40? Ну, почему не беспокоит? Есть там, есть, да? Ну, главное, что печень будет лучше работать, вот чем дело. А для кисты, опять же, должно создаться условие. А условие какое? Перекисление тканей. И поэтому, когда вы начинаете поддавливать, улучшается микроциркуляция кровоснабжения, и организм сам решает. Ведь часть, если даже, ну, треть печени удаляется, то она быстро восстанавливается. В течение два с половиной месяца, двух, двух с половиной месяцев печень полностью восстанавливает свою форму. А тут, казалось бы, такая маленькая проблема, и нет восстановления. Значит, нужно создать условия, чтобы было нормальное кровоснабжение, нормальный приток и нормальный отток. Следующий вопрос. Как можно помочь после перенесенного инсульта головного мозга? Какой мне пишут? А какой, да, геморрагический, инсульт или ишемический? Ну, чаще всего, конечно, ишемический. И здесь первая помощь это подготовка шеи. То есть, шеи ущемленные нервные волокна перестали управлять. И представьте, если нервное волокно ущемило оболочку, а импульсы идут в основном только по оболочке, они перестают, и тогда сосуд схлапывается, и чтобы пробить, поднимается давление. И часто вот это вот схлопнувшееся состояние, это и есть инсульт. Я хочу сказать, что для тех, кто нас смотрит, еще у нас будет один небольшой мастер-класс по шее, и вы тогда, наверное, покажете, как нужно, ну, немножко так, да, как поработать. У нас в онлайн-курсе есть урок работы с шеей, поэтому там вы увидите, а сегодня, ну, для тех, кто к нам присоединился, зарегистрировался на этот вебинар, Александр Тимофеевич покажет, и вы уже сегодня сможете так себе немножко помочь. Следующий вопрос. Желчный рефлюкс, горечь во рту, какова причина? Поможет ли висцеральный массаж? Ну, горечь во рту часто бывает такая интересная особенность нашего организма, это когда желудок опускается. По разным причинам. Это может быть постоянное обжорство, это может быть травма, это может быть еще, ну, поднятие тяжести каких-то. И вот, когда желудок начинает опускаться, а он висит на пищеводе, пищевод тоже натягивается, и вот когда желудок уходит вниз, то кардиальная, заслонка кардиального клапана приподнимается. И вот тогда постоянно идет заброс, и тогда появляется горечь во рту. Но вообще-то один из признаков такого опущения, это напряженные мышцы со стороны спины, то есть разгибатели. то есть получается так, что когда наш желудок опускается, а он крепится у нас к пищеводу, желудок, и пищевод крепится к лестничным мышцам передним. И вот эти передние лестничные мышцы начинают тянуть человека голову вниз. Ходить так человек не может. Он включает задние разгибатели, и вот целый день задние разгибатели головы напряжены, это приводит к тому, что они начинают становиться болезненными. И один из признаков того, что присутствует опущение желудка, это напряженные мышцы со стороны спины. Здесь все расслаблено, а здесь напряжены. Поэтому желудок, если чуть-чуть приподнять, кардиальный клапан прикрывается, и тогда заброса нет. И, конечно, с другой стороны, мы не приподнимем желудок до той поры, пока мы его не расслабим. А если желудок напряженный, тут и напряжение идет по пищеводу вверх. И получается, что вот часть пищевода тоже напряжена. И поэтому, когда расслабляется желудок, расслабляется луковица двенадцатиперстной кишки, начинает расслабляться и пищевод. И вот тогда можно и выставить все на свое место, и тогда мышца перестает быть напряженной, и шея без компрессии. Многолетняя хроническая бессонница. Можно ли умрать в ресторанном массаже, или грелку на печень? В первую очередь, да, это печень. Холодная печень. И на первых этапах вы можете что сделать? Грелку на область печени. Это еще Залманов в тридцатых годах давал такие рекомендации. Если бессонница, то положите грелку на печень. Но тогда ничего не говорили о манипуляциях. Поэтому мы можем добавить, что нужно сделать манипуляцию. Так, нужно ли обойтись без операции при миоме? Врачи говорят, надо удалять матку. Вы знаете, я только опять же говорил о том, что неужели врач не знает, что если удалить матку, то возникает гормональный дисбаланс. И женщины, основные, у кого удалили эту матку, то это остеопорозы. Это остеопорозы и сопровождающие разные там проблемы, которые возникают. Ведь я еще раз напоминаю, матка – это тоже гормональный орган, который нужен. Конечно, все органы нужны, поэтому нужно постараться ее сохранить. А уже как сохранить, здесь уже надо работать в любом случае. Теперь вот такой вопрос, наверное, на сегодня из вопросов последний. Мы приступим еще к одному мастер-классу. Купила курс в марте этого года. Делаю себе самомассаж, но результата не вижу. Может, делаю неправильно? А вот здесь непонятно, с какой целью человек, какую задачу хотел решить самомассажем. Ну, возможно, что делать? Возможно, если есть возможность подъехать к нам, то здесь еще проще. Подъехали, показали. Может быть, она не додавливает, может быть, по каким причинам она не достает, по каким причинам не решается эта задача. У всех решается. у нас в Академии Агулова есть такой семинар в оффлайне, где под руководством специалиста проходит такой семинар самомассажа. Поэтому, если не получается, находите время либо на консультацию к специалисту. Можно в вашем городе, если вы не в Москве, к такому специалисту обратиться. Может быть, вы действительно что-то делаете неправильно. Если вы наберете телефон учебного центра, Академия Агулова вам всегда подскажут, есть ли специалист висцеральных практик, который обучился у нас. И вам всегда порекомендуют. Так, ну что, еще такой вопрос прям быстро. Стенус червенного ствола до 70%. Можно ли помочь? Вы знаете, однозначно не скажешь. Тоже надо смотреть. Ты можешь смотреть, да. Ну, уважаемые друзья, вопросы еще есть. Вопросов много, потому что у нас сегодня в эфире к нам зарегистрировалось... Еще разочек. Последний вопрос. У меня был один очень хороший результат. Стенус такой. И там опухоль средостения. Ну вот. Но это было в Грузии. И человек, который лежал под капельницей, который в реанимации, родственники договорились, я пришел в реанимацию. Ну, там доктора мне сразу говорят, а вы хоть представляете, что это такое? Я говорю, давайте так, я чуть-чуть вот прикоснусь. Если я пойму, что это не мое, то я отойду. Ну вот. и что самое интересное, что человек пришел к себе. Пришел к себе, ожил, правда, не заговорил, глазами мы с ним только. Да. И вот я его передал другому. Так вот, представьте, его выписали, а там должны уже были остановить все эти системы, вытащить эти трубки, потому что уже лежит сколько времени, не приходя в себя, в сознание. А тут пришел, так он отпраздновал свой выход из больницы. Собрал друзей, напились, и все, и он уже ушел. То есть, там у него был просто цирроз печени, сопровождавшийся опухоли средостейни, там вот все то, что... И, конечно, было жалко и мой труд, и труд того человека, который, рискуя, пришел в этот госпиталь, потому что риск родственники могли изменить свое мнение и подать на него в суд, если бы была неудача. А тут удача, но эта удача сопровождалась таким вот праздником, закончившись смертельным. А алкоголизм тяжело победить. Люди, берегите свое здоровье, не пейте и не ухудшайте его состояние. Ну что, мы перейдем к следующему мастер-классу. Катюш, проходи. Сейчас Сэн Тимофеевич покажет шеи. Да, шейный отдел. Шейный отдел, манипуляцию. Конечно, друзья мои, прежде чем говорить про шейный отдел, мы должны обследовать. И каким образом обследуется? Если Катя повернет голову к одному плечу, к другому, поверни сюда, в другую сторону. Вроде как ничего. Еще разочек поверни. И в другую сторону. Сюда чуть-чуть недоворот. А этот чуть-чуть недоворот это напряженная часть мышц напряженных. Ищем где же вот здесь напряжение или здесь? Выше. Вот здесь повыше, да? И вот мы находим напряженную ткань и начинаем ее потихонечку разминать. И вот Катя, и по мере того, как мы разминаем, напряженная ткань она куда-то отдает, реагирует в руку, в пальцы. Нет, хорошо. Эта степень глубина напряжения невысокая. Отпустила? А теперь попробуй еще чуть-чуть довернуть голову. Здесь есть? Видите, мы чуть-чуть голову повернули, напряжение усилилось. Значит, мы нервное волокно, которое ущемлено, нашли в другой позиции. И вот наша с вами задача вот это все расслабить. И обратите внимание, конечно, на шею, что начинать нужно желательно бы с правой стороны, потому что с левой стороны больше, скажем, тех связей, которые вызывают мощное воздействие на все системы, отношение к сердцу, отношение и к щитовидке, отношение, левая стороны. А теперь давай-ка поверни голову уже вот в эту сторону, вот поворот такой, здесь тоже, да, и вот здесь тоже разминаем. То есть, хотя мы точку не сместили, мы поворачиваем голову и за счет поворота головы убираем вот эти напряжения. Все, отпустило? А теперь руську приподнимай вверх. И опять, если появляется боль, притормозись. здесь есть? А теперь немножко вбок ее убери, руку. Вбок, ага, вот так, так есть? Вот, нашли боль и убираем в этом состояние. Отпускает, да. Все? Теперь берем следующий участок и опять, и вот он, следующий участок, здесь тоже боль, Вот этот. Или подстрел куда-то? Нет. Ищем здесь? Да. А вот здесь есть, ага. Здесь нерв выходит, который иннервирует палец большой, указательный и безымянный, то есть два с половиной пальца. То есть большой, безымянный, указательный и половина безымянного. И в то же время отсюда же идет иннервация и легкого, верхушки легкого. И вот отпускает, да. А теперь тоже так же потихонечку поворачиваю в ту сторону голову или в эту сторону. Здесь есть? Нет. А теперь другую. Вот так. Здесь есть. И вот здесь уже мы снова начинаем подрабатывать таким вот образом обезболивая эту область и освобождая нервы от ущемления. Все, отпустило, да? А теперь давай-ка вот можно голову вот так чуть наклонить. Здесь смотрим. Здесь есть вот так боль? И вот в такой позиции отрабатываем. Это все опять же по мере того, что человек должен нормально себя чувствовать. То есть не должно быть лишних напряжений, сдавлений, передавливания. Все отпустило? Да. Угу. Теперь с этой стороны просматриваем. Здесь тоже есть. Конечно, конечно. Вот здесь вот как раз вся идея заключается в том, что вы сами себе можете помогать. И если у вас кружится голова при изменении положения тела, то есть вы нагнулись, завязали шнурки, выпрямились, голова отъезжает, этого не должно быть. И вот тогда вы начинаете разминать. И вы замечаете, что зрение лучше, обоняние лучше. Шум был бухи, он может исчезнуть. То есть щитовидная железа, были кисты, образование, они исчезли. То есть вот отсюда идет управление кровоснабжением щитовидной железы. И вот Катя уже повернула голову, она сама почувствовала, что здесь... Да, да, да. Ну-ка попробуй сама. Самостоятельно можно. Самостоятельно. Достала? И вот таким вот образом напряжение. И нужно выбрать. Конечно, удобнее, когда кто-то, но если у вас нет понимающего человека, то тогда работайте сами. никто не хочет помочь вам. Ну да. Тогда иногда используются китайские воротники. Конечно, не рекламируем китайскую технологию, но принцип... И там ролики катаются, и они прорабатывают задние со стороны спины мышцы. Ну вот. Ну, диагностику пальцами. Да, и часто бывает так, что вот с левой стороны идут напряженные мышцы, которые ущемляют часть нервных волокон, идущих к сердцу. И тогда... Катя, ну-ка давай, а вот здесь посмотрим. Здесь нет боли. А вот здесь... А вот здесь вот точка, которая тоже имеет отношение к сердцу. Вот. Рядышком с седьмым шейным позвонком. И вот если мы ее разминаем, то сердце работает на порядок лучше. То есть наша задача обезбудить эту область. Вот. Отпустила? Да. Теперь сместились, взяли чуть пониже. То есть плечо-лопаточное сплетение. И вот это плечо-лопаточное сплетение, это такой мощный блок, на который редко кто обращает внимание из докторов. И здесь начинается лечение сердца, начинается лечение легкого, а тут надо просто снять с корешка отек. А вот как раз природа нас так интересно устроила, что проблему с этим корешком она выделяет болью. Боль, которая присутствует. И вот эта боль, а здесь видишь, какая тоже напряженная ткань. вот и вот эта ситуация. Мы не просто мышцы рассматриваем, рассматриваем ту область, которая имеет отношение к чему-то. Да. И даже иногда вот эта зона напряжения, она настолько болючая, а тут оказывается предположим ИБС, ишемическая болезнь сердца. Но работая с этими участками, мы облегчаем состояние пациента. Конечно, все должно быть дозированное. Не надо передозировать. Яд от лекарств отличается дозой. Здесь тоже, да? Ну, вот, потихоньку, потихоньку. Ну, вот, наверное, когда оператор вас снимает, наверное, наши зрители видят на стенах плакаты, где как раз указаны все зоны спереди на теле человека, сзади, на голове. Таких зон очень много, и они добавляются каждый раз. Конечно, вы можете подсматривать эти зоны. Ага, там, посмотрели, а где это? А это вот, оказывается, здесь ишемия. А вот здесь пониже поджелудочная железа. И вот здесь вот снимаем это напряжение, поджелудочная железа лучше начинает функционировать. То есть, меняются ее показатели функционирования. Особенно, это очень заметно по диагностике электронной. На БРТ, фоль. я добавлю, что в этих зонах есть медалитное учебение, Александр Тимофеевич, в котором расписаны все зоны проявления патологий, на что, в принципе, в общем-то, нам надо обращать внимание, потому что даже если где-то что-то зачесалось, надо тоже понимать, что это не случайно. прыщик выскочил тоже не случайно. Книга называется «Методы диагностики» для стеральных практиков. Все перестало здесь, Катя. Теперь вот здесь немножко. Здесь поскрипывает, но если мы убираем этот скрип, то подвижность лопатки возрастает. Все? Ну вот. Теперь, друзья мои, можно проверить, здесь можно такую вот хорошую проверку сделать, как работают сосуды головы. А для этого вот односонная артерия вот здесь вдоль гортани, если ее поддавить, и если человек начинает чувствовать, что голова начинает кружиться, уезжать, нет такого, Катя? Есть немножко. Это говорит о том, что вот у Кати нужно сонной артерии с ней поработать, потому что здесь сужен просвет, и голова начинает кружиться. И можно проверить с другой стороны тоже, нет ли сужения с той стороны. Нет отъезда. отлично, то есть все практически отличное кровообращение осуществляется за счет этой сонной артерии. А вот здесь нужно будет поработать. И вот посмотри, это уже ты дома сама сделаешь, здесь головку можно не поворачивать, вот здесь вот прям как горта не идет, и вот здесь вот отек сонной артерии. И если ты будешь вот таким образом можешь сделать, поддавило, если чувствуешь, что отъезда больше нет, все нормально. Если же голова опять начинает кружиться и вроде создается иллюзия полуомрачного или предомрачного состояния, нужно перестать поддавливать, а здесь доработать. Это касается и наших слушателей, зрителей. Вот таким вот образом. И вот как бы прошли мимо того вопроса по поводу сонных артерий, то вот такое без фанатизма разминания, оно часто дает очень хорошие результаты, в том плане, что кровоснабжение, которое было на 70% забито, оно становится на 50%, а через какой-то промежуток времени на 30%, и вот так идет уменьшение, как ни странно. Но тем не менее, если оно есть, я об этом говорю, что есть такое дело, и таких случаев предостаточно. И мы просто пациентов обучаем, когда они, не просто у нас там как бы терапия проводится какая-то, техники, но мы и обучаем, что делать самому. И вот человек начинает работать. И ручку, вот если, опять же, если на шее зажим, а зажим может быть вот здесь, на плече лопаточном, здесь есть, да, Кать? И вот здесь мы смотрим, нервы, не ущемлены ли. Здесь нет ущемления. Здесь нет? Немножко и немножко. И вот нужно убрать, потому что отсюда идет веточка и к сердцу. Но с правой стороны это не сердце, это легкое, а вот с той стороны такая же веточка, видите, казалось бы, вот она зона, но эта зона, она управляет нашим здоровьем. Все? И тогда мизинцы не не имеют, вот эти два нижних пальца, они имеют отношение как раз вот к локтевому нерву. Спасибо, Кать. Конечно, это вот как презент. контроль к вам придет. Ну что, пользуясь случаем, я еще раз напомню, что есть все описания тех состояний, о которых мы сегодня говорили вот в этой книге Александра Тимофеевича «Современные методы диагностики в висцеральных практиках». Она очень полезна. На этом наш вебинар мы заканчиваем. Еще раз напомню, что сегодня у нас был такой первый вебинар, онлайн-вебинар большой, в прямом эфире, из нашей Академии, где Александр Тимофеевич показал и теоретический урок дал, ответил на вопросы и показал практическую часть. Все эти вопросы более подробно, все эти знания вы получите в онлайн-курсе «Висцеральный самомассаж». Он является полезным и первой ступенькой к вашему самооздоровлению, самопомощи для себя своими руками. Опять же, напомним, что своими руками. Кому понравился наш открытый вебинар, такой длинный, поработали все, кто сидел у экранов, молодцы. Ставьте плюсики, лайки, пишите свои отзывы, задавайте вопросы. И еще раз хочу сказать, что наш центр методов, Александр Тимофеевич, это в первую очередь профилактика, это оздоровительное направление, по крайней мере, вы всегда будете знать, в каком направлении двигаться к своему здоровью, к улучшению своего состояния. Друзья мои, нужно сказать, что дорогу осилит идущий. Хотите быть здоровыми, будьте им. Дорогу осилит идущий. Всем до свидания, всего доброго, самого лучшего, самое главное здоровья. Будьте счастливы. До встречи.